Глава шестая. Здесь было их шестеро или семеро, кто прятал свои лица даже в темноте. Шекспир. Смерть тетушки, единственного родного и близкого человека, означала для Лены полное одиночество в этом мире. Скорбь, глубокая жалость и любовь к той, которая ушла из жизни так внезапно и в жестоких мучениях, вытеснили в душе Лены все другие мысли и чувства. О собственной судьбе она даже не думала. Погребение синьора Бианки должно было состояться в монастыре Санта-Мария-дель-Пианто. Гроб с телом усопшей по обычаю был доставлен на кладбище открытым. Сопровождали его лишь священник и могильщики. Елена до последней минуты находилась у тела усопшей, но теперь она должна была ждать отпевания в монастыре. Ее состояние не позволило ей петь вместе с монахинями, но успокаивающие слова молитвы, их тихая скорбь несколько успокоили бедную девушку. После погребения настоятельница монастыря увела Элену к себе. Успокоив ее как могла, мать-настоятельница сказала Элене, что отныне она, если пожелает, может считать монастырь своим истинным убежищем. Элена сама подумывала об этом как наилучшем для себя выходе. Здесь она скорее забудет свое горе, найдет покой и удовлетворение. Когда она покидала покой настоятельницы, все уже было решено, пока она будет жить в монастыре. Элена возвращалась на виллу лишь с одной целью — сообщить о своем решении Винченца. Привязанность и уважение к нему достигли уже той степени, когда она не считала возможным без его ведома принимать решения, могущие изменить ее жизнь. Благословение тетушки и то, как торжественно она соединила их руки в последний вечер перед смертью, как вручила ему судьбу Элены, сделали Винченца еще ближе, и она с трепетом и волнением стала думать о нем, как о единственном защитнике и опекуне. Его любовь и привязанность к ней, и ее ответное чувство связывали их теперь незримыми, но прочными узами. После похорон они впервые остались на вилле одни. Решение Элены временно пожить в монастыре не встревожило Винченца. Он понимал, что так положено, ибо обычаи требуют от нее одиночества и молитв, да и легче будет перенести горе вдали от стен, которые постоянно тебе напоминают о горькой утрате. Он лишь пожелал узнать, сможет ли он хоть изредка навещать ее там, а когда истечет срок траура, он хочет просить ее руки, как того желала ее тетушка. Хотя Винченца и смирился с решением Элены, все же расставание с ней вселило в него смутную тревогу и страх. Но успокоенный Эленой, высоко отозвавшейся о достоинствах и доброте настоятельницы монастыря, он постарался прогнать все страхи и сомнения. Тем временем мысли о его загадочном преследователе, монахе с развалин крепости Полуца, оповестившем его о смерти сеньоры Бианки, все больше не давали ему покоя. Он снова вернулся к своему решению выследить его и узнать, кто он и чего хочет, почему преследует его и не дает покоя. Юношу пугали зловещие обстоятельства его появления и то, как он исчезал, словно призрак, растворяясь в темноте. Пугало его и то, что пророчества монаха начали сбываться. Все это уже выходило за рамки разумного понимания. Венченце был достаточно умен и образован, чтобы не поддаваться бытующим суевериям и предрассудкам. Будь он в другом, более спокойном состоянии, он не видел бы в происходящем столько таинственного и зловещего. Но теперь его юное воображение и любопытство были разбужены. И он, пытаясь разгадать тайну монаха, был бы разочарован, если бы с высот таинственного и неразгаданного был бы сброшен снова на бренную землю, где все объяснялось бы заурядно и просто. Он твердо решил в полночь снова побывать на развалинах и, не ожидая появления незнакомца, основательно с факелом в руках обследовать каждую щель или нишу, чтобы удовлетвориться, что здесь нет ни единой живой души, кроме него самого. До сих пор ему это мешало сделать отсутствие сопровождающего. Он помнил предупреждение Бонармо не появляться здесь одному. Пожалуй, тот был прав и поступил разумно, отказавшись его сопровождать. Поскольку у Винченция других верных друзей не было, он решил взять с собой своего слугу Паола. Вечером накануне того же дня, когда Элена должна была покинуть виллу, чтобы поселиться в монастыре, Винченция пришел попрощаться с ней. Тревожное состояние не покидало его, хотя он знал, что их разлука будет недолгой, и за это время Элена не отвыгнет от него и не забудет. И тем не менее, ему казалось, что они расстаются навеки. Тысячи предположений рождались в его мозгу, и среди них самым вероятным казалось, что монашенкам удастся склонить ее навсегда остаться в монастыре. В нынешнем положении ее легко было уговорить на это. Даже заверения Элены, что этого не случится, не успокоили его. И он был настолько встревожен, что напугал кроткую Элену, терпеливо убеждавшую его, что его страхи напрасны. Ее ответы на его вопросы становились все более краткими и сдержанными, что повергло юношу в отчаяние. — Мне кажется, что мои опасения оправдаются, и я более не увижу тебя, — неосторожно воскликнул Винченце. — Ужасная тяжесть гнетет меня, и я не в состоянии избавиться от нее. Я признаю, Елена, что во многом твое решение разумное, и верю, что это ненадолго, и я вскоре смогу увезти тебя оттуда, как свою жену, с которой меня уже ничто не разлучит. Но я хотел бы быть полностью уверен, что ничего не случится, но страх мой так велик, что я не в силах побороть его. Неужели я потеряю тебя? Почему я должен сейчас покориться жестоким обстоятельствам и предрассудкам? Почему не могу уговорить тебя немедля сочетаться узами брака, которые никто уже не посмеет разорвать? Почему мы должны полагаться на волю случая, если уже сейчас можно помешать нашей разлуке? Скажи, Елена, почему условности должны взять верх над нашей любовью? — Ты должна войти в церковь Святой Девы Марии лишь для того, чтобы дать брачный обед перед алтарем. Все это Винченца произнес на едином дыхании, не дав Елене ни опомниться, ни возразить. Когда он умолк, она лишь кротко упрекнула его, снова постаралась успокоить, но не согласилась с ним. Она объяснила ему, что ее пребывание в монастыре не только необходимо ей самой, но это дань памяти ее тетушке. Она печально и строго возразила ему, что если он считает ее неспособной сохранить верность своим чувствам безбрачного обета, тогда он совершил ошибку, сделав ее своей избранницей. Престыженный Винченца умолял ее простить его горячность и постарался подавить в себе терзавшие его страхи. Он удвоил свое внимание и нежность к ней в последние часы перед разлукой, однако желанного успокоения и уверенности не было. Винченца чувствовала это и, как могла, пыталась помочь возлюбленному совладать с собой. Они прощались со слезами. Винченца снова и снова возвращался, чтобы услышать из ее уст слова любви и нежности, заверения помнить его. Наконец, бедная Элена с печальной улыбкой заметила, что их расставание на несколько дней действительно похоже на прощание навсегда. Ее замечание лишь усилило тревогу Винченца и заставило его еще раз вернуться. Наконец, он покинул вело Алтиери и вернулся в Неаполь. Элена, чтобы как-то успокоиться, до поздней ночи бродила по комнатам родного дома, в котором прошло ее детство. Он казался ей таким тихим и печальным, каким она никогда его не знала. Оставляя эти милые и уютные комнаты, где все еще витала тень дорогой тетушки, она словно прощалась с прежней тихой и счастливой жизнью и вступала в новый, незнакомый ей мир. Чем быстрее приближался час прощания, тем дороже становились ей эти стены, и в последнюю минуту ей казалось, что она не найдет силы покинуть виллу Алтиери. Она подолгу задерживалась в самых любимых уголках дома и вспоминала. В этой комнате они с тетушкой ужинали в последний вечер перед ее смертью и беседовали. Предаваясь печальным воспоминаниям, она вдруг услышала шорох листвой за окном и, подняв глаза, увидела быстро промелькнувшую в саду фигуру человека. Узорчатые ставни, как обычно, были открыты, пропуская в комнаты свежий ветерок залива, но Элена стремительно закрыла их и тут же услышала шум у крыльца и крик Беатрисы в вестибюле. Напуганная криком служанки, Элена бросилась к ней на помощь, как вдруг в коридоре, ведущем в вестибюль, увидела троих мужчин в плащах и масках. Элена повернулась и бросилась бежать обратно, чтобы запереться в той комнате, откуда только что вышла. Она вся дрожала от страха. И силы готовы были изменить ей, однако, когда люди в масках настигли ее, у нее хватило смелости спросить их, кто они и что им здесь нужно. Но те, без всяких слов, набросили ей на лицо вуаль и, схватив за руки, повели ее, почти не сопротивляющуюся и испуганную, к выходу. В вестибюле Элена увидела привязанную к колонне Беатрису и рядом с ней еще одного человека в маске. У него был такой угрожающий вид, что бедная старушка почти лишилась чувств от страха. Пронзительный крик Элены привел ее в чувства, и добрая служанка громко запричитала, моля пощадить ее молодую госпожу, но мольбы ее были напрасны. Почти бесчувственную Элену вынесли из дома и втолкнули в поджидавший экипаж. Когда она пришла в себя, экипаж с огромной скоростью мчался по каменистой в ухабах дороге, и кто-то по-прежнему крепко держал ее за руки. В темноте экипажа она не могла разглядеть своих похитителей, а на все ее мольбы и вопросы они отвечали молчанием. Они ехали всю ночь, останавливаясь лишь для того, чтобы сменить лошадей. Тогда Элена криками и мольбами пыталась привлечь к себе внимание посторонних, но окна экипажа были закрыты тяжелыми кожаными шторами, и никто ее не слышал. Ее похитители правильно рассчитали, что люди, прежде всего, равнодушны, и никому не придет в голову поспешить на помощь их пленнице. Первые несколько часов Элена была настолько напугана и потрясена происшедшим, что не испытывала ничего, кроме страха и отчаяния. Но потом, заставив себя хотя бы немного успокоиться, постаралась разобраться, что же произошло с ней. Одно ей было ясно. Ее разлучили свинчанцы. И, возможно, навсегда. Чья-то безжалостная рука, так грубо вырвавшая ее из прежней жизни, не остановится ни перед чем, и они, свинчанцы, больше не увидятся. Сознание этого острой болью пронзило сердце, и все другие страхи померкли. Отныне ей стало все равно, куда ее везут и что с ней будет. С наступлением дня жара усилилась, и тяжелые шторы на окнах были несколько приоткрыты. Это позволило Элене кое-как, наконец, разглядеть своих спутников. Их осталось всего двое из тех четырех, что ворвались в ее дом. Они были по-прежнему закутаны в плащи, и лица их скрывали маски. Через небольшую щель в шторах она не могла определить местность, где они находятся. Она видела лишь отвесные скалы в густых зарослях кустарника, нависавшие над дорогой, по которой катил экипаж. Очевидно, был полдень. Жара была невыносимой. Наконец экипаж остановился у почтовой станции, где им, наконец, подали воду со льдом. Когда для этого пришлось откинуть занавеску на окне, Элена успела увидеть, что станция находится на пустынном горном плато. Вдали виднелись кромка леса и высокая горная гряда. Слуги здесь привыкли ко всему и потеряли способность удивляться и сочувствовать, подумала Элена, глядя на хмурые, изможденные лица, на которых голод и унижение проложили глубокие борозды морщин. Они смотрели на Элену с вялым любопытством, Хотя каждый, в ком было сердце, прочел бы в ее глазах мольбу и отчаяние. У этих бедняк должно быть сердце давно окаменело от собственных страданий. Равным образом никто на станции не выразил удивления, увидев людей в масках. Элена приняла кружку ледяной воды, первую за все долгие часы путешествия. Ее спутники жадно опорожнили свои и снова плотно зашторили окна, несмотря на невыносимую жару. Экипаж снова тронулся, чувствуя, что почти теряет сознание от духоты. Элена попросила открыть окно, и один из сопровождающих, скорее следуя своему желанию, чем выполняя ее просьбу, приподнял угол тяжелой занавески. Элена снова увидела горы, но сколько не всматривалась, так и не смогла понять, куда мог лежать ее путь. Перед ней были высокие вершины, глубокие пропасти, кое-где пятна кустарника на скалах, карликового дуба или астролита. Она видела зеленые долины, уходящие к горизонту, Наконец, на низких пологих склонах и у подножия гор стали появляться оливковые рощи, а ниже — террасы виноградников, апельсиновые рощи, посадки олеандра, граната и можжевельника. Долго пробывшая в темноте закрытого экипажа, предоставленная своим нерадостным мыслям, Элена находила, хотя и слабое, но все же утешение, созерцая виды живой природы. И вскоре величие и красота пейзажа настолько ободрили ее, что она, успокаивая себя, решила, «Что бы ни случилось, на какие бы страдания она ни была обречена, она многое сможет перенести, если ей будет позволено наслаждаться картинами природы, черпать в них силы и получать успокоение. Разве следует падать духом, — уговаривала она себя, «если Господь благословил нас ходить по его рощам». Но воспоминания о Венченце вновь вызвали слезы на глазах, однако она решительно подавила минутную слабость, и всю остальную часть пути не позволяла отчаянию восторжествовать над ее волей и рассудком. Когда жара несколько спала, и день стал клониться к вечеру, экипаж въехал в длинное темное ущелье, в конце которого, словно в телескопе, Элена увидела ярко освещенную косыми лучами заходящего солнца равнину. В конце ущелья бурный горный поток, срываясь с высокой скалы, стремительно падал вниз, разбиваясь в вечернем воздухе на тысячи искрящихся пылинок. А далее вновь устремлялся к другому порогу, чтобы из него с грохотом обрушиться вниз, пока, наконец, не вырвется на просторы широкого ложа на дне ущелья, где покатит свои воды дальше. Узкая дорога, вырубленная в скале, петляя шла вдоль русла реки, все выше поднимаясь в горы. И порой она оказалась подвешенной над бурным потоком. Элена, не испытывая никакого страха, смотрела вниз на бурлящие воды и испугалась лишь тогда, когда увидела впереди утлый мосток, переброшенный через ущелье. Он с его тонкими перилами был словно подвешен в воздухе под самыми облаками. Когда экипаж пересекал его, Элена, сжавшись от страха, почти забыла о всех своих невзгодах. Дорога по ту сторону ущелья пошла вниз и через полмили вышла на обширную равнину, окруженную грядою гор, щедро освещенных косыми лучами предвечернего солнца. Переход из полумрака ущелья к яркому свету уходящего дня был столь разительным, что показался Элене возвращением к жизни из небытия. Но это впечатление вскоре исчезло, когда среди утесов и ущельей она увидела высокие шпили и террасы, прилепившегося над пропастью монастыря. Бедная девушка сразу поняла, какая отныне уготована ей судьба. У подножия скалы ее спутники покинули экипаж и заставили ее сделать то же самое. Далее подъем был слишком крутым и опасным для экипажа. Отсюда предстояло подниматься пешком. Элена безропотна, словно овечка, ведомая на заклание, последовала за своими мучителями по узкой каменистой тропе, вьющейся вверх под сенью миндальных, фиговых и миртовых деревьев. Сладко пахло жасмином и цветущей мимозой. Иногда за поворотом внезапно открывался вид на зеленую равнину внизу или снежные вершины, горные гряды и обрутцы вдалеке. Все здесь радовало глаз и поражало неожиданностью. Цветущий мох, изобилие цветов и кустарников, зеленые поляны и величественные пальмы. Но на сердце у Элены было тяжело, а ее спутники не замечали ничего вокруг. Уже вдали, между деревьями, мелькнули стены монастыря, которому вела тропа. И, наконец, она увидела высокий западный ветраж храма с острым шпилем и крыши монастырских зданий, затем кусок глухой стены, огораживающий сад со стороны обрыва и темную арку ворот. Все это постепенно открывалось взору за каждым поворотом, кипарисовой рощей или мощными стволами кедра. В этой медленной смене картин было что-то зловещее, предвещавшее сердцу бедной девушки одиночество и страдания, особенно, когда она прошла мимо могил и надгробий монастырского кладбища, спрятавшихся за густыми зарослями кустарника и выступами скал. Когда, наконец, они приблизились к монастырским стенам, ее спутники остановились у небольшой часовни у края тропы. Здесь, вынув какие-то бумаги, они, к немалому удивлению Елены, стали о чем-то совещаться. Ей не удалось уловить хотя бы слово, да в сущности это уже не имело для нее никакого значения, ибо ничто уже не могло изменить ее участь. Однако, ей было любопытно услышать голоса тех, кто так упорно хранил молчание все эти долгие часы их путешествия. Один из них, оставив другого сторожить Элену, вскоре скрылся в монастырских воротах. Элена безуспешно попробовала разговорить своего стража, но он лишь молча отмахивался от нее рукой и отворачивал лицо. Подчинившись своей участи, Элена стала ждать, что будет дальше, и тем временем осмотрелась вокруг. Место, где она находилась, не показалось ей ни мрачным, ни суровым, хотя величие гор, вознесенных под небесь, ей должно было бы вселять священный трепет в душу каждого смертного. Перед нею был широкий вид на всю долину, словно непреодолимым бастионом, окруженную цепью гор. Фантасмагорическое награбождение утесов, высоких и остров, как церковные шпили, глубокие расселены и хаос камней, окрашенных последним отблеском солнца, казались чем-то неправдоподобным. Тишина и опускающиеся сумерки навевали грусть, и девушка сидела, погруженная в свои раздумья. Звуки вечерней молитвы, донесшиеся из монастыря, нежные голоса монахинь немного успокоили Элену. Те, кто так проникновенно поет, не могут оказаться бесчувственными к ее горю, думала она. Возможно, она встретит здесь и участие, и добрые слова, столь же целительные, как звуки этой молитвы. Прошло достаточно времени, как она сидела на мягкой траве склона под стенами монастыря, когда, наконец, в сгущающихся сумерках заметила, что из ворот вышли двое монахов и направляются прямо к ней. Когда они подошли поближе, Эленуа увидела их сутаны из серой мешковины и бритые макушки в венчике седых волос. подойдя к часовне, они обратились к ее стражу и, отозвав его в сторону, стали о чем-то переговариваться. И тут Элена впервые услышала голос своего стража в маске, хотя говорил он очень тихо. Элена хорошо запомнила этот голос. Второй из ее похитителей, тот, что ушел в монастырь, так и не вернулся, но было ясно, что двое бритоголовых монахов в серых сутанах пришли сюда по его повелению. Один из них, высокий и худой, чем-то напомнил Элене именно того из ее похитителей в маске, который ушел в монастырь, поручив другому сторожить ее. Чем больше она вглядывалась в него, тем сильнее ее охватывало тревожное предчувствие. Он был так же высок, сутул и угловат в движениях, как ее похититель в маске. Серая просторная сутана не могла скрыть от нее его характерных угловатых движений, которые ей запомнились за время путешествия. Судя по лицу, у него была душа не монаха, а разбойника, а его пронзительный недобрый взгляд словно выслеживал жертву. Второй монах, ничем особенным не отличавшийся, был разительно не похож на своего собрата. Закончив беседу с человеком в маске, они подошли к олене и предложили ей следовать за ними в монастырь. Ее страж в маске, вручив ее монахам, тут же покинул их и вскоре исчез за поворотом горной тропы, ведущей вниз. В полном молчании они поднялись по крутой, выложенной камнем дорожке, ведущей к воротам монастыря, который открыл им послушник. Элена очутилась на просторном монастырском подворье, окруженном с трех сторон высокими строениями, а с четвертой стороны садом. Аллея кипарисов вела к храму, замыкавшему перспективу. В левой части сада за деревьями виднелось одинокое строение, а справа до самых взгорий, служащих как бы естественной оградой монастырских угодий, простирались оливковые рощи и виноградники. Высокий монах, в котором Элена заподозрила одного из ее похитителей, направился к двери в северной части подворья и дернул за ручку звонка. Когда дверь отворилась, он без слов передал Элену вышедшей на крыльцо монахини. Элена заметила, каким полным пониманием и взглядом обменялся с ней монах. Он тут же оставил их, а монахиня также молча повела Элену по многочисленным пустым коридорам, где стояла мертвая тишина вдоль грубо раскрашенных стен, на которых были изображены все кары господни, которые должны были бы сразу повернуть грешников трепет. Всякая надежда на сострадание в этих стенах мгновенно угасла в сердце бедной девушки. Недоброе лицо монахини тоже не сулило ничего хорошего. «Видимо, и здесь ей придется испить до дна свою чашу страданий», подумала она с горечью. Шедшая впереди монахиня в белых развивающихся одеждах, когда облики света падали на ее суровые черты и зловещее усугубляли их недоброе выражение, казалось бедной Элене скорее призраком, восставшим из гроба, чем живым существом. Последний поворот коридора привел их в покое матери настоятельницы. Здесь монахиня остановилась и, повернувшись к Элене, произнесла «Сейчас время вечерней молитвы. Подождите здесь, пока не вернется матушка. Она с вами побеседует». «Какого ордена ваш монастырь?» осмелилась спросить Элена. «И как зовут? Мать настоятельницу?» Монахиня ничего не ответила и лишь окинула девушку ледяным взглядом и удалилась. Бедная Элена недолго пребывала в одиночестве, ибо вскоре дверь открылась и вошла мать настоятельницы, статная особа, преисполненная высокомерия и собственной значимости. С первой минуты она не собиралась скрывать своего презрительного отношения к пленнице. Будучи женщиной знатного рода, она почитала затяжки и грех, равные святотатству, посягательства на традиции и законы высших кланов неаполитанского королевства. И то, что Элена, простая горожанка, осмелилась стаянно обручиться с юношей из знатной семьи, делала для нее Элену достойной самого сурового наказания. Но она намеревалась сделать это по-своему, блюдя внешние приличия и не унижая открыто провинившуюся. Я полагаю, начала она строго, заметив, как испугалась Элена при ее появлении. Я полагаю, снова повторила она, даже не предложив девушке сесть, что вы и есть та молодая особа из Неаполя. Меня зовут Элена Ди Розальба, ответила бедняжка, обнадеженная кажущейся вежливостью обращения. Никогда не слышала такого имени, ответила настоятельница, но мне известно, почему вас направили сюда. Здесь вы должны набраться тех знаний, которых вам не хватает, и понять, что такое чувство долга. Поскольку вы отданы под мой надзор и опеку, я все это время буду неукоснительно с присущей мне ответственностью выполнять эти нелегкие обязанности. Я согласилась взять их на себя исключительно потому, что намерена защитить знатную и благородную семью от посягательств на ее честь и покой. Эти слова объяснили бедной девушке все. она слушала их стоя неподвижно словно окаменела. Трудно сказать какие чувства и мысли переполняли ее. Сначала это был испуг, потом стыд, а затем ее охватили гнев, чувство протеста и искреннее негодование, что кто-то посмел обвинить ее в попытке вторгнуться в чужой дом против желания его хозяев. Оскорбленная гордость наконец помогла ей обрести силы и дар речи. Она потребовала объяснить, кто посмел ее так грубо похитить, увезти из родного дома и по чьей воле ее хотят насильно заточить в монастырь. Настоятельница, не привыкшая к возражениям, сразу даже не нашлась, что ответить строптивой ослушнице. Но Элена уже понимала, какая гроза может обрушиться сейчас на ее голову, но уже не испытывала ни страха, ни бессильного отчаяния. «Ведь это надо мной совершено насилие», говорила она себе. «Неужели оно должно восторжествовать, а невинная его жертва понести наказание?» «Нет, им не удастся добиться от меня смирения и покорности. Мне только надо сохранять присутствие духа, способность оценить своего противника, предугадать его действия. Я должна не бояться, а презирать его и добиться над ним превосходства». Так уговаривала себя бедная девушка, готовясь к худшему. «Я должна напомнить вам, наконец обрела дар речи настоятельница, что в вашем положении вопросов не задают, лишь чистосердечное раскаяние, смирение и покорность могут смягчить вашу участь. Можете идти. Благодарю вас с достоинством ответила Элена, поклонившись, мне остается лишь уповать на милосердие моих притеснителей. Понимая, что дальнейшие протесты бесполезны и даже унизительны, девушка подчинилась своей участи, твердо решив даже в страданиях, если они ей суждены, никогда не терять достоинства. Уже знакомая монахиня с недобрым лицом провела ее через трапезную, где собрались монахини после вечерней молитвы. Поймав на себе их настороженные изучающие взгляды, заметив улыбки и слыша оживленное перешептывание, Лена с горечью поняла, что вызывает не только простое любопытство, но и подозрение. Она едва ли может рассчитывать на сострадание и доброжелательность тех, кто, вознеся в храме вечернюю молитву Господу, не очистился от недоброго чувства злорадства при виде чужого горя и унижения. Крохотная коморка, в которую монахиня провела Элену, скорее напоминала тюремную камеру, чем монастырскую келью. Небольшое оконце было забрано железной решеткой, на полу лежал матрац, из мебели были лишь стул и небольшой столик, на котором стояло распятие, а рядом легкий молитвенник. Элена, глядев стены своего нового жилища, с трудом подавила в себе вздох отчаяния. Ее жизнь внезапно и разительно изменилась. Винченце далеко и, возможно, никогда не узнает, где она. Слезы душили ее, но она сдерживала их, ибо тут же вспоминала о Маркизе Девевальде. Ее одно она считала теперь повинной во всех несчастьях, столь неожиданно обрушившихся на нее. Вопреки заверениям тетушки, семья Вивальде не пожелала знаться с ней. При мысли, что ее так грубо и жестоко отвергли, все восставало в Элени. Она корила себя за то, что уступила уговорам тетушки Винченце. Она не должна была соглашаться на тайное обручение. Ей не нужны ни почести, ни привилегии этого брачного союза, если они достаются такой ценой. С гордостью думала она о своем скромном труде, обеспечивавшем им с тетушкой независимое и достойное существование. Уверенность в своей полной невиновности внезапно уступила место раскаянию. Возможно, мать настоятельницы была не так уж несправедлива ко мне, горько сокрушалась Елена. Я заслуживаю наказание, осмелившись вступить в брак с Винченца против воли его родителей. Но все еще можно поправить. Можно сохранить и свою независимость и честь, навсегда отказавшись от Винченца. Но как смогу я это сделать? Неужели я отрекусь от того, кто так любит меня, обреку и его настрадания, того, о ком я не могу вспоминать без слез, кому дала обет верности перед Богом по совету и воле моей дорогой тетушки накануне ее смерти? Справедливо ли это будет? Возможно ли поступить так? Могу ли я сделать моего возлюбленного несчастным в угоду предрассудкам его семьи? Бедная Элена была в полном смятении. Мысль об отказе от брака с Винченца казалась столь невозможной, что она тут же прогнала ее. но вспомнив о его семье она подумала, что и сама не согласится стать членом ее против боли родителей Винченца. Мысленно она готова была даже посетовать на бедную тетушку, чья доверчивость была повинна в ее несчастьях. Но Элена слишком любила покойницу, что тут же пристыдила себя за такие мысли. Теперь ей оставалось лишь терпеливо сносить невзгоды, раз так случилось. Она также прогнала мысль о том, чтобы пожертвовать любовью Винченца ради обретения свободы, или же если ему вдруг удастся отыскать и освободить ее, потом гордо отвергнуть его. Но чем больше она думала о том, что ему никогда не найти ее, тем больше понимала как боится потерять его. Она поняла, что то сильное чувство к нему, которое переполняло ее сердце, было слишком дорого ей. Глава седьмая Часы бьют час Шекспир Шекспир Тем временем Винченце Дививальди, не ведая того, что произошло на вилле Алтиери, отправился на разваленной крепости Полуце, сопровождаемой своим слугой Паулу. Была уже глубокая ночь, когда они вышли из города. Винченце на сей раз принял все меры предосторожности и не позволил Паулу зажечь факел даже тогда, когда они благополучно достигли арки и укрылись под ее сводами. Он опасался, что его тайный советчик может появиться до того, как он обследует крепость. Его слуга Паулу был настоящим неаполитанцем. Сообразительный, пытливый от природы, он не лишен был живого воображения и смелости. Увлеченный загородной экскурсией своего хозяина, он вместе с тем воспринял все с чувством здорового простонародного юмора, и по его поведению, выражению лица и полному интереса и озорства глазам было видно, что он охотно принимает правила игры. Он был более других приближен к своему юному хозяину, который, не обладая особым чувством юмора, тем не менее умел ценить его в других. Винченце нравились открытости и веселый нрав слуги настолько, что между обоими установились отношения, допустимые между хозяином и слугой фамильярности и откровенности. Поэтому по дороге в крепость Винченце успел рассказать своему спутнику столько, сколько счел нужным, чтобы не только разжечь его любопытство, но и предостеречь его о необходимой осторожности. Паулу от природы непугливой и неверящей в предрассудки сразу понял, что его хозяин однако не свободен от них и верит в сверхъестественные силы и прочую ерунду, как, например, в то, что в крепости Полуце творятся странные дела. Он попробовал подшутить над этим, но Винченце был не в том расположении духа. Он был насторожен и полон зловещих ожиданий. В то время как его хозяин менее всего думал о реальной опасности, практичный Паула готовился именно к ней, ибо понимал всю неосторожность посещения крепости глубокой ночью. Винченце настаивал на том, чтобы первое время они ждали появления монаха в полной темноте, ибо свет факела непременно отпугнет его. Через какое-то время, пояснил он, они зажгут факел. Но Паула резонно заметил, что пока они это сделают, монах опять улизнет от них. После некоторых препирательств Винченце наконец согласился зажечь факел, но велел пока спрятать его в щели между камнями. Спрятав факел, они снова заняли свои места подаркой. Бой часов в соседнем монастыре известил их, что уже перевалило за полночь. Винченце вдруг вспомнил, что ему рассказал Скидония о монастыре кающихся грешников, находящемся где-то вблизи развалин, и поинтересовался у Паула, не монастырские ли часы только что пробили. Паула подтвердил, что это были часы церкви Санта-Мария Дальпианто. Название храма он запомнил потому, что об этом монастыре ходит немало слухов. Это место могло бы заинтересовать вас, сеньор. О нем много рассказывают всяких странных историй. Думаю, что и ваш монах оттуда, потому что он тоже ведет себя странно. Значит, и ты веришь в таинственные истории? Подколол слугу Винченцо улыбаясь. А что же ты слышал об этом монастыре? Говори потише, а то нас обнаружат. Эту историю мало кто знает, сеньор, шепотом ответил Паула. И я дал слово никому ее не рассказывать. Но раз ты дал слово, перебил его Винченцо, я не разрешаю тебе его нарушать, хотя, думается, ты не прочь это сделать. Видимо, эта история порядком обременяет твою память, и тебе не терпится ею поделиться. Я не так уж обещал, сеньор, и думаю, что ничего страшного не случится, если я расскажу ее вам. Ну, что ж, рассказывай. Но прошу, говори потише. Хорошо, сеньор? Случилось это накануне праздника святого Марка, лет шесть тому назад, начал Паула. Тише, прошептал Винченцо. Они прислушались. Кругом стояла тишина. Паула продолжал. Так вот, было это накануне праздника святого Марка. Когда прозвучал последний удар колокола, вдруг Паула умолк, услышав совсем рядом шорох. Вы опоздали. Внезапно раздался с темнотой голос, который Вивальди сразу же узнал. Сейчас заполночь. Она уехала час тому назад. Будьте осторожны. Хотя Винченце почувствовал удовлетворение от того, что узнал своего преследователя, он все же удержался от вполне естественного вопроса, «Кто уехал?» Ибо прежде всего думал о том, что теперь-то он от него не уйдет. Не раздумывая, он бросился в ту сторону, откуда раздался голос. А Паула от волнения даже выстрелил из пистолета и побежал за факелом. Винченце был настолько уверен, что на этот раз не упустил монаха, что даже протянул руку, чтобы схватить его. «Я знаю, кто вы», выкрикнул он, торжествуя. «Мы еще увидимся с вами в монастыре Санта Дальпианто». «Паула, где ты? Посвяти мне». Быстрый Паула был уже рядом. «Сюда, сеньор». «Он поднялся по этим ступеням, я видел его сутану». «Следуй за мной», крикнул Винченце, взбегая по лестнице. «Иду, иду, хозяин, только ради Бога, не упоминайте о монастыре, а то наша жизнь подвергнется опасности». Они быстро поднялись на террасу и при свете высоко поднятого факела окинули ее взглядом, но терраса была пуста. Огонь высветил лишь грубую кладку полуразрушенных стен и ветви сосен, нависшие над ними. «Ты видишь кого-нибудь, Паула?» спросил Винченце, еще выше подняв факел над головой. «Вон под этими арками слева мне показалось мелькнула тень. Может, это призрак, сеньор, кто знает?» «Быстрым же оказался ваш монах!» «Поменьше говори, Паула». «И будь поосторожней, доступай потише», сказал Винченце, опуская факел. «Слушаюсь, сеньор. Глаза должны увидеть, если уши подвели. Освещайте путь, сеньор». «Не поясничай, Паула», строго остановил его Винченце. «Помолчи, и главное, будь осторожен». Паула подчинился, и они проследовали дальше, под колоннаду, соединяющую уцелевшие части развалин с башней, которая произвела такое отпугивающее впечатление на Бонарму. Увидев ее снова, Винченце вдруг понял все безрассудство своей затеи и ощутил страх. Он неожиданно остановился. Пауло, поняв его состояние, попытался уговорить его не продолжать поиски. «Мы не знаем, кто укрывается в этих развалинах, сколько их там, а нас ведь всего двое. Я только что видел, сеньор, как кто-то вошел вон в тот проход, и он указал туда, откуда, как подумал Винченце, скорее всего, им могла грозить опасность. «Ты уверен в этом?» с волнением спросил он. «Как он выглядел?» «Здесь очень темно, сеньор, я не успел его взглядеть». Винченце смотрел на контуры башни, и в душе его яростно боролись самые противоречивые чувства — страх, гнев, решимость. Наконец он принял решение. «Я продолжу поиски», сказал он. «Меня не пугает опасность. Я должен положить конец этой неизвестности». «А теперь, Паоло, решай сам, хочешь ли ты разделить со мной ту опасность, которая может нам грозить? Уверен ли ты в себе?» «Если уверен, тогда можешь сопровождать меня. Если нет, я пойду один». Слишком поздно, сеньор, задавать мне такие вопросы, тихо ответил Паоло. «Если бы я этого не решил для себя, я бы не пошел за вами так далеко. У вас и раньше не было причин сомневаться в моей смелости». «Тогда идем», воскрикнул обрадованный Винченце и обнажил шпагу. Он вошел в узкий проход, сам неся факел, который отказался вернуть Паоло. Огонь осветил каменные стены прохода уходящего казалось в бесконечность. Пока они шли, Паоло успел заметить кое-где на стенах бурые пятна, напоминавшие пятна крови, но воздержался сказать об этом хозяину, да и побоялся нарушить тишину. Винченце ступал осторожно и бесшумно, временами останавливаясь и прислушиваясь, а затем снова ускорял шаги и знаком приглашал Паоло следовать за ним дальше. Проход заканчивался лестницей, ведущей в подземелье. Винченце показалось, что впереди уже не впервые мелькнул слабый свет. Он остановился и, убедившись, что Паоло следует за ним, хотел продолжить свой путь, но тот схватил его за руку. «Остановитесь, сеньор», прошептал Паоло. «Разве вы не видите человека, который притаился в темноте?» Винченце, присмотревшись, увидел еле различимый силуэт кого-то, кто словно притаился и поджидал их у лестницы, ведущей вниз. В полумраке трудно было разглядеть его одежду. «Тот ли это, кого он ищет?» Он поднял было факел повыше, но это ничего не дало. Тогда, быстро передав факел Паоло, он ринулся вперед. Когда он достиг лестницы, то убедился, что тот, кто стоял там, исчез столь бесшумно, что даже не было слышно его шагов. Паоло точно указал место, где впервые заметил таинственный силуэт. Винченце громко крикнул в темноту, но ему ответило лишь долгое эхо из подземелья. Постояв немного, Винченце стал спускаться по лестнице вниз. Не прошло и минуты, как следовавший за ним Паоло взволнованно окликнул его. «Вот он, сеньор, я вижу его». Он прошмыгнул в дверь, ведущую в подземелье. Винченце ускорил шаги, и Паоло едва успевал за ним. Наконец Винченце перевел дух и оглянулся. Он уже был здесь в прошлый раз. Ему знакома эта просторная комната под сводами. Паоло заметил, как изменилось лицо его хозяина. «Вам плохо, сеньор?» испуганно прошептал он. «Ради всех святых давайте уйдем из этого поганого места. Те, кто прячется здесь, по всему видно люди недобрые. Нам не следует оставаться здесь». Винченце не ответил. Он с трудом дышал, а опущенные глаза неотрывно смотрели на пол. Но вдруг в дальнем конце комнаты заскрежетали заржавевшие засовы. Паоло и Винченце увидели на мгновение открывшуюся в стене дверь. Каждый из них узнал фигуру того, кто стоял у лестницы, и каждый теперь не сомневался, что это монах в сутане. Винченце, не раздумывая, бросился за своим врагом и успел достичь двери, прежде чем она захлопнулась, и придержал ее рукой. «Вам не обмануть меня», вскричал он, входя в дверь. «Паоло, оставайся здесь и сторожи дверь». Войдя еще в одну обширную комнату подземелья, он оглянулся вокруг. Комната была пуста. Он осмотрел ее стены, но не нашел ни окон, ни дверей, через которые можно было бы незаметно уйти. Крепкая чугунная решетка закрывала отверстие под самым потолком, еле пропускавшая воздух и, видимо, слабый дневной свет. «Никто не проходил через дверь?» крикнул он Паоло. «Нет, сеньор». «Невероятно!» удивленно воскликнул Винченце. «Значит, это не человек, а призрак?» «Если так, заметил Паоло в раздумье, тогда зачем ему страшиться нас? А он точно нас испугался. Иначе не бежал бы?» «Кто знает!» ответила обескураженный Винченце. «Может, он хочет заманить нас в ловушку?» «Давай свой факел. Я что-то обнаружил в стене. Надо хорошенько рассмотреть». Паоло отдал ему факел, но оказалось, что это всего лишь изъяны вкладки, а не потайная дверь или перегородка. «Непонятно!» воскликнул Винченце после долгого молчания, пока они тщательно осматривали стены. «Кому нужны эти проделки?» «А что, если это призрак?» задумчиво сказал Паоло. «Я уже был предупрежден, что мне грозит опасность», продолжал Винченце, размышляя вслух. «И предупреждения начали избываться?» «Тот, кто это делает уже не раз попадался на моем пути, и каждый раз, как злой дух, ускользал из моих рук, озадачивая меня и заманивая все дальше. Не понимаю, как ему удается ускользать. Кажется, он рядом, и вот его уже нет». «Истинная правда, сеньор», согласился Паоло. «Мы никогда его не найдем, и я прошу вас, не надо его искать. Это место заставляет верить в ужасы ада. Уйдемте отсюда, сеньор». Только призрак мог покинуть это место незамеченным, продолжал размышлять вслух Винченце, не слыша Паоло. «Только призрак». «Я могу доказать вам, сеньор, что отсюда есть выход, и даже для человека, вот через эту дверь». Не успел он произнести эти слова, как дверь с грохотом захлопнулась. Винченце и Паоло остолбенели от неожиданности. Их охватил неподдельный страх, когда все попытки открыть дверь оказались напрасными. Деревянная массивная дверь была окована железом и казалась столь же неприступной, как дверь тюрьмы. «О, сеньор, если это призрак, то он хорошо знает, что мы-то живые люди». «Вот он и заманил нас сюда». «Жаль, что мы не можем стать призраками, чтобы вырваться отсюда». «Ума не приложу, как простой смертный может это сделать». «Вы должны согласиться, сеньор, что вас предупреждал совсем не призрак». «А если это призрак, то похож на меня». «Хватит шутить, Паула, давай лучше поищем, как бы выйти отсюда». Винченца снова тщательно обследовал каждую щель в стенах, и в одном из углов он наткнулся на то, что сказала ему, какая участь постигла того, кто побывал здесь до них. На полу лежала чья-то окровавленная одежда. Паула и Винченца поняли все. Винченца первым пришел в себя. Вместо отчаяния и растерянности он испытал вдруг неожиданную решимость. Во что бы то ни стало, они должны выбраться отсюда. Однако на Паула увиденное произвело удручающее впечатление. «О, сеньор», произнес он, заикаясь, «а что, если под этим тряпьем лежит чье-то изувеченное тело?» Винченца вздрогнул и невольно посмотрел в угол. «Там что-то шевелится, сеньор», испуганно вскрикнул Паула. «Я вижу». Винченца инстинктивно отступил назад, но тут же вернулся, и чтобы покончить со страхом, концом шпаги поддел край окровавленного тряпья. Под ним оказалась собранная в кучку нижняя одежда, а под нею следы крови на полу. Чтобы разубедить перепуганного Паула, Винченца еще раз огляделся вокруг, но ничего, кроме одежды, не обнаружил. Видимо, она принадлежала какому-нибудь бедняге, которого сначала ограбили, а потом убили. Мысль, что его и Паула ожидает такая же участь, привела юношу в отчаяние, но он тут же отказался от этой зловещей догадки, вспомнив, как они с Паула попали сюда. Разбойники не стали бы церемониться и изощренно завлекать жертву в ловушку. Они просто тут же схватили бы их. Впрочем, почему они не проделали это раньше, когда он был здесь с Бонармо? Маловероятно, что предупреждения таинственного монаха могли быть связаны с планами какой-нибудь банды грабителей. Нет, не похоже, чтобы он стал пленником шайки воров. А если это так, то произошло это чисто случайно. Монах не может иметь к ним отношения. Он слышал его голос в темноте под аркой и узнал этот голос. Паула видел, как он поднимался по лестнице, а потом они оба видели его у края лестницы, ведущей в это подземелье. Чем больше он размышлял над случившимся, тем большее смятение охватывало его. Теперь ему уже казалось, что в этом монахе было что-то не от человека. Если это метущийся дух убитого здесь, то он позвал меня сюда, чтобы я предал его кости земле. Но этот дух не был бессловесен, и он заботился не о погребении своих костей, опекся обо мне, предупреждал меня. Так почему он прятался и ускользал от меня? Неужели мне следует верить всяким россказням, что это дух убиенного? Думая так, Винченцо еще раз, теперь уже тщательно осмотрел зловещее тряпье в углу. Под самым низом он обнаружил монашеское деяние, которое до этого не заметил. Концом шпаги он поднял сорочку и безрукавную тунику, которые носят монахи. На всем были следы крови. Он застыл, словно увидел привидение. Какое-то время он с ужасом глядел на окровавленную одежду, а потом стряхнул ее со шпаги на пол. Паула, безмолвно следивший за действиями Винченца, вдруг не выдержал. «Синьор, неужели это одежда того дьявола, который завлек нас сюда? Или это знак того, что нам тоже уготована смерть? Или это одежда сатаны, которую он носит, когда принимает облик человека? ни то, ни другое», тихо промолвил Винченца, пытаясь совладать с собой и отворачивая лицо от ужасного зрелища. «Лучше попытаемся еще раз поискать выход отсюда». Но сделать это было нелегко. Они снова попытались выбить дверь, а затем Винченца, подсадив Паула, велел ему осмотреть оконце под потолком. Несколько раз они с Паула принимались громко кричать, вызывая о помощи. Наконец, совсем обессилев, Винченца в полном отчаянии упал на камни пола. Паула теперь, не переставая, корил хозяина за безрассудство, заведшее их в это подземелье, и предрекал им голодную смерть. «Даже если это не разбойники, сеньор, и не сатанинские силы, то все равно готов поклясться святым Януарием, что теперь нам отсюда самим не выбраться. Никто не услышит наших криков о помощи, и мы обречены на смерть от голода». «Не скажешь, что ты хороший утешитель», простонал распростертый на полу Винченце. «А вы не очень хороший проводник, сеньор, вот мы и квиты». На это Винченце ничего не ответил. В безрадостных раздумьях он продолжал лежать на холодных камнях пола. Теперь у него было вдоволь времени, чтобы поразмышлять над тем, что могли означать последние слова монаха, которые, несомненно, касались Элены. Сообщение о том, что она уехала куда-то. Разумеется, эти слова не могли означать ее смерть, и это невозможно. При этой мысли бедный юноша, охваченный страхом, скачил на ноги и стал быстро ходить по подземелью. Мрачное отчаяние сменилось тревогой и недобрыми предчувствиями. Ведь монах не ошибся, предупредив его о смерти сеньора Бианки. Винченца метался, как обезумевший по комнате. Паула, видя метание хозяина, забыл о своих страхах и постарался, как только мог, успокоить Винченца. Но тот не слышал ничего. Столь велико было его отчаяние. Однако, когда Паула упомянул о монастыре Санта Мария дель Пианто, Винченца прислушался и постепенно пришел в себя. Не с этим ли монастырем связано появление монаха и зловещие намеки на опасность? Он с нетерпением попросил Паула рассказать ему наконец, что ему известно о мрачных секретах этого монастыря. Паула на этот раз весьма неохотно откликнулся на просьбу Винченца. Но прежде чем начать, он настороженно окинул взглядом мрачные стены, словно опасаясь, что кто-то может их подслушать. Кажется, мы одни, сеньор, начал он, собравшись с духом. Но предосторожность не помешает? Садитесь поближе, сеньор, я буду за вашей спиной и постараюсь рассказать все, что знаю о церкви Святой Марии на слезах. Когда они уселись спина к спине, Паула понизив голос до полушепота, начал. Было это в канун дня Святого Марка, сразу же, как отзвонили к вечерней молитве. Вы когда-нибудь были в церкви Святой Марии, сеньор? Если были, то помните, какая она старая и мрачная. Так вот, как только отзвонил последний удар колокола, к одной из исповедалин подошел человек с закутанной с ног до головы в широкий светлый плащ, так что ни лица, ни фигуры его не было видно. Вошел в нее и опустился на колени. В церкви было так темно, что, будь он даже выше там, как у вас, камзоли, сеньор, его все равно никто бы не заметил, потому что притвор, где помещались исповедальни, освещался слабым фонарем, чтобы никто не мог видеть исповедующихся и не заставлял бы их краснеть еще больше за свои прегрешения. Да и деньги за полную тайну исповеди платили в таких случаях охотнее. Монахи в этом деле понимают толк. Ты отвлекся, Паула, продолжай дальше, остановил его Винченца. Вы правы, сеньор, на чем это я остановился? Так вот, вошедший, встав на колени, вдруг стал так громко стонать и причитать, что слышно было во всех углах церкви. Как вы знаете, сеньор, монахи монастыря Санта Марии принадлежат к ордену кающихся грешников. И люди, согрешившие более других, охотнее идут именно сюда за отпущением грехов. В канун святого Марка, как обычно, грехи отпускал главный исповедник отец Ансальдо. Он пожурил исповедующегося за громкий голос и попросил его успокоиться. Тот, застонав еще громче, все же послушался и, понизив голос, начал свою исповедь. Что он говорил исповеднику, я, конечно, не знаю. Исповедники блюдут тайну исповеди и разглашают ее разве только в самых крайних случаях. человек, Что уж сказал исповеднику этот человек, никто не знает. Но отец Ансальдо, не закончив выслушивать исповедь, вдруг встал и покинул исповедальню. Не сделав и нескольких шагов, он упал на пол и забился в сильных конвульсиях. Когда он пришел в себя, тут же спросил окружающих его прихожан, ушел ли тот, кто только что у него исповедался, и если нет, то надо его немедленно задержать. Он описал, насколько мог его приметы, хотя едва разглядел его в полумраке исповеданий. Но даже воспоминания об этом чуть снова не привело отца Ансальдо к новым конвульсиям. Один из монахов правда видел, как похожая фигура высокого человека в светлом плаще быстро проследовала к выходу, но никто не обратил на это внимания. Этот человек вышел в боковую дверь, ведущую в церковный двор. Отец Ансальдо тут же велел позвать церковного сторожа, но тот утверждал, что никто не проходил через церковные ворота в последние четверть часа. Это вполне объяснимо, сеньор, если мошенник что-то задумал. Однако сторож также утверждал, что не видел в этот вечер, чтобы в церковь вошел человек в светлом плаще, каким его описал исповедник. Таким образом, сторож показал себя человеком бдительным и хорошо знающим свою службу, хотя, может быть, он просто спал все это время у себя в коморке. Иначе как объяснить, что этот человек все же вошел в монастырь незамеченном, не так же запросто вышел из него? Он был в белом? переспросил Винченци. Если бы ты сказал, что он был в черном, я бы сразу подумал, что это мой мучитель. Знаете, сеньор, я об этом тоже подумал, воскликнул Паула, ничего не стоит быстро сменить одежду. Продолжай дальше, попросил его Винченци. Выслушав сторожа, святые отцы после недолгих размышлений пришли к выводу, что он скрывается в монастыре. Они обыскали все монастырские строения, но не нашли его. Это мой монах, заключил Винченци, хотя и появляется в разных одеждах. Двух столь похожих по виду и таинственности своего появления и исчезновения просто не может быть. Его речь внезапно прервал долгий приглушенный стон, словно предсмертный вздох умирающего. Паула тоже вздрогнул. Они напряженно вслушивались, ожидая чего-то ужасного. Это ветер, наконец, сказал Паула. Кажется, стих. Продолжай свой рассказ, Паула, попросил его Винченци. После этой странной исповеди, продолжал Паула, отец Ансальдо так и не смог оправиться. Он «Возможно, что-то в этой исповеди касалось и его лично», высказал догадку Винченци. «Не думаю, сеньор, я ничего такого не слышал, но вот некоторые странные случайности, которые последовали, говорят об обратном. Через месяц после того, как это случилось, однажды вечером, в знойный и душный день, когда монахи вернулись с вечерней молитвы, тише, остановил его Винченци. «Да, слышу». «Кто-то шепчется», тихо промолвил Паула. «Не двигайся», предупредил Винченци. Они напряженно прислушивались к чьим-то приглушенным голосам, но так и не могли понять, откуда они доносятся. Возможно, рядом, за стеной, а возможно, под ними. Иногда голоса умолкали, потом снова возобновлялся разговор. Видимо, говорившие были осторожны и не хотели, чтобы их услышали. Винченци даже подумал, что может следует дать им знать, что они здесь, но не решался. «Помните, сеньор, сказал Паула, угадав его мысли, это как-никак шанс убраться отсюда. Мы умрем от голода здесь, если не рискнем и не воспользуемся этим». «Рискнем?» печально промолвил он тоже шепотом. «Чем рискует такой несчастной, как я?» «О, Элена!» И, более не раздумывая, он громко подал голос. Паула поддержал его, но их крики и просьбы не возымели желаемого действия, ибо им ответила мертвая тишина. Более они не слышали голосов, привлекших их внимание. Потеряв надежду выбраться из каземата, они улеглись на полу, оставив все решения до рассвета. Они были настолько огорчены и угнетены неудачей, что Винченце даже не попросил Паула продолжить свой рассказ о необычной исповеди в монастыре кающихся грешников. У него было слишком много своих забот и горя, чтобы слушать рассказы о чужих невзгодах. Кроме того, рассказ Паула не имел никакого отношения к нему и Элене. Сам же Паула не привыкший так много говорить и порядком уставший от этого тоже был рад помолчать. Глава восьмая «Кто кто та, что крадучись идет по галерее в лучах заката приподняв вуаль, черты святые приоткрыв невольно, которые являют добродетель?» паула после того, как Элена поселилась в монастыре, в течение нескольких дней ей не было разрешено покидать свою келью. Дверь была всегда заперта снаружи, и право входить к ней имела лишь монахиня, которая приносила ей скромную еду. Это была все та же сестра с недобрым лицом, которая встретила ее у дверей монастыря и припроводила к настоятельнице. На четвертый день, когда были все основания полагать, что заточение обуздало строптивую ослушницу, ее вызвала к себе настоятельница монастыря. Она приняла Лену с таким строгим и суровым видом, что девушка приготовилась к самому худшему. Беседа началась с беспощадного обличения кощунственного посягательства, провинившейся на честь, достоинство и покой одной из самых известных семей Неаполя. Мать-наставница предложила Элене сделать выбор. Или она должна постричься в монахине и навсегда остаться в монастыре, или она вступает в брак с человеком, которого предложит ей маркиз Дививальди, известная своей добротой и благородством сердца. Вам никогда не отблагодарить маркизу за ее великодушие, добавила настоятельница. Она предоставляет вам самой сделать выбор. После того ущерба, который вы нанесли престижу этого достойного семейства, вы едва ли заслуживаете таких благодеяний. Было справедливым жестоко наказать вас, но маркиза позволяет вам самой определить свою судьбу. Снова вернуться в привычный вам круг людей и забот, если у вас не хватит мужества, преданности Богу и разума, чтобы покинуть сей греховный мир и служить лишь ему одному. В случае, если вы предпочтете вступить в брак, то тот, кто должен содержать и опекать вас, ваш супруг, будет из вашего круга во всех отношениях более подходящим вам, чем тот, на кого вы осмелились поднять глаза. Лицо Елены залила окраска. Эта негодная попытка выдать насилие за благодеяние вызвала в душе девушки целую бурю чувств, однако не была для нее неожиданностью или ударом. С первой минуты своего пребывания в монастыре Сан-Стефана она готовила себя к тому, что ее ждут тяжкие испытания и решила, что бы ни случилось, все принять мужественно и с достоинством. Только так она сможет противостоять козням своих врагов и одержать над ними победу. Лишь вспоминая Винченца, она вдруг теряла уверенность в себе, ибо разлуку с ним ничто не могло ей возместить. «Вы молчите», заметила настоятельница после выжидательной паузы. «Неужели вы настолько неблагодарны, что не способны оценить великодушие маркиза? Что ж, я не воспользуюсь вашей дерзостью и упрямством и по-прежнему оставляю вам возможность выбора. Вы свободны, можете идти в свою келью. Советую вам хорошенько подумать и принять разумное решение, но помните, что иного выбора у вас нет. Если вы откажетесь стать монахиней нашего монастыря, вам останется лишь выйти замуж за того, кого порекомендует вам маркиза. Чтобы все обдумать, мне нет надобности уединяться в свою келью, спокойно и с достоинством ответила девушка. Я уже приняла решение и отвергаю уже сейчас оба ваши предложения. Я никогда не соглашусь остаться в вашем монастыре и не пойду на унижение, которое мне сулит брак по выбору маркизы. Теперь, когда я все вам сказала, я готова на любые испытания, которые мне уготованы судьбой. Но знайте, я никогда не примирюсь с тем злом, которое вы против меня замыслили, и в моем сердце не угаснет вера в торжество справедливости. Это придает мне силы все вынести. Теперь вы знаете мое решение и все, что я думаю об этом. Больше я вам ничего не скажу. Настоятельница немало удивленная и еле сдерживая себя, однако выслушала все до конца, не перебивая Элену. Кто внушил вам подобную самоуверенность? Откуда у вас эта дерзость и неуважение к старшим и особенно ко мне настоятельница этого святого приюта, где вам предоставлен кров. Наконец гневно воскликнула она, когда девушка умолкла. Святость этого приюта была нарушена, как только он стал местом заключения. Тихо, с достоинством ответила Элена. Когда сама настоятельница монастыря перестает уважать каноны святой религии, которые учат нас справедливости и любви к ближнему, она не вправе ожидать уважения к себе. Чувства, которые вселяет в нас наша вера, побуждают восставать против произвола тех, кто их нарушает. Вон! Не смогла сдержаться взбешенная мать-настоятельница, поднимаясь с кресла. Ваши дерзкие кощунственные слова не пройдут вам даром. Элена с облегчением покинула покой настоятельницы и была снова припровождена своей надзирательницей в келью. Оставшись одна, она погрузилась в нерадостное раздумье, правильно ли она повела себя, и тут же испытала гордость, что отстаивала свое достоинство и свои права. В своем разговоре с настоятельницей она была правдива и откровенна. Действительно, как смело та требовать уважения к себе от жертвы своего произвола и жестокости и коварства маркизы. Элена была убеждена, что сумела верно оценить характер и поведение настоятельницы, и это еще больше укрепило в ней уверенность в том, что она вела себя достойно. Она не позволила чувствам взять вверх, не потеряла контроля над собой. Всегда отзывчивая на добрые чувства, она, тем не менее, не поддалась страху, столкнувшись со злом, и нашла силы дать ему отпор. И тем не менее, Элена благоразумно решила избегать в дальнейшем подобных обострений в своих отношениях с матерью настоятельницей. Отныне ее спасением будут сдержанность и молчание. Ее ждут страдания, и она примет их. Из трех зол, выпавших на ее долю, заточение в монастырь казалось теперь не столь страшным, как пострижение в монахине или брак по принуждению. Выбор оказался не так труден и будущее более ясным. Встретив ждущие ее невзгоды со смирением и спокойствием, она уменьшит их тяжесть. В этом неравном поединке она должна рассчитывать на собственный разум. Несколько дней после разговора с настоятельницей она снова провела в своей келье в заперти. однако на пятый день ей было разрешено присутствовать на вечерней молитве. Она с наслаждением вдыхала свежий вечерний воздух, когда шла через сад к церкви и с особым волнением любовалась каждым деревцем и кустиком. Все казалось ей чудом после долгих дней заточения. В церкви она стояла вместе с послушницами. Звуки органа и торжественные песнопения успокоили ее. Прислушиваясь к хору, ее чуткое ухо уловило голос полной неизъяснимой грусти тоскующего сердца, словно оплакивающего что-то. Ответное чувство отозвалось в душе Элены, и отныне в хоре голосов и высоких аккордах органа она слышала лишь один этот голос. Она обвела глазами ряды молящихся монахинь. Посторонних в церкви не было, поэтому многие из них откинули покрывало, и Элена видела их открытые лица. Увы, ни одно из них не задержало ее взора. Однако ее внимание наконец привлекла одинокая фигура коленопреклоненной монахини в дальнем конце церкви. Свет лампады, падавшей сверху, хорошо освещал ее склоненную голову, и Элена была почти уверена, что этот прекрасный, полный печали голос принадлежит именно ей. Лицо монахини было скрыто под прозрачным покрывалом, но склоненная голова и изящные линии фигуры отличали ее от остальных. Когда замерли последние звуки органа и молитва была закончена, монахиня поднялась с колен и отбросила покрывало. Ее лицо убедило Елену, что она не ошиблась. Только у нее мог быть такой прекрасный, полный глубокой скорби и страданий голос. Спокойное и отрешенное лицо было бледно и печально, и это делало ее подобной ангелу. Когда монахиня воздела глазах в молитве, Елене показалось, что она никогда еще не видела столько мольбы и смирения в человеческом взоре. Не спуская с чудесной монахини глаз, Елена забыла обо всем. Вскоре ей показалось, что кроме смирения в этом лице есть какая-то скрытая решимость и энергия, и это почему-то не только обрадовало ее, но и утешило, что в этом монастыре есть кто-то, кому не чужды человеческие чувства. Она пыталась встретиться с ней взглядом и безмолвно выразить ей свою признательность, поведать о своем несчастье, но монахиня была слишком погружена в молитву. Но когда сестры покидали церковь, монахиня прошла совсем близко от Элены, тоже откинувшей с лица вуаль, и глаза их встретились. Во взгляде монахини Элена увидела не просто любопытство к новенькой, а живой человеческий интерес и даже сострадание. Более того, легкий румянец на мгновение окрасил бледные щеки, и Элене показалось, что монахиня замедлила шаги, словно хотела остановиться. Казалось, ей было трудно оторвать взгляд от лица Элены, но вот она прошла мимо. Элена долго провожала ее взором, пока та не скрылась в покоях настоятельница. Девушка, как бы очнувшись, отважилась наконец спросить у своей сопровождающей, кто это монахиня. «Ты, должно быть, говоришь о сестре Оливии, не так ли?» ответила та. «Да, она очень красивая». «Среди сестер она не одна такая, сухо ответила сестра Маргаритой, которую слова Элен казалось задели. Я не сомневаюсь, заметила девушка, но у нее необыкновенное лицо, открытое, благородное, одухотворенное, и столько грусти в ее глазах. Она не может не привлечь к себе внимания». Элена была настолько взволнована этой необыкновенной встречей, что совсем забыла о черством сердце своей надзирательницы, сестры Маргаритой. доверенное лицо матушки Игуменьи та предпочитала на все смотреть глазами недоверия и презрения. «Конечно, она уже в паре зрелости», задумчиво размышляла вслух Элена, пока они шли по длинным коридорам, все еще надеясь на понимание своей сопровождающей. «Но она по-прежнему очень красива и, видимо, сберегла все лучшее, что было дано ей Богом, добавив к этому слитами еще и достоинства». «Ты считаешь, что она средних лет», раздраженно перебила ее Маргаритой, «но будет тебе известно, если речь идет о сестре Оливии, она старше нас всех». Элена невольно взглянула на землистое и худое лицо своей спутницы, которое на вид можно было дать не менее пятидесяти лет, и с трудом скрыла свое удивление, увидев на нем не только самодовольство, но и губительные следы подавляемых страстей. Маргаритой полная зависти и раздражения прекратила дальнейший разговор. Проводив Элену в ее келью, она ушла, заперев за собой дверь. На следующий день Элене снова было позволено присутствовать на вечерней молитве. Мысль о новой встрече с той, что так поразила ее, заставила сердце девушки радостно забиться. Войдя в церковь, она сразу же увидела на том же месте колено преклоненную Оливию, хотя служба еще не началась. Элена с трудом сдержала свой порыв немедленно привлечь ее внимание, но монахиня продолжала тихо молиться. Наконец, она поднялась с колен, откинула покрывало и посмотрела на Элену. Обрадованная девушка, забыв, что она в церкви вскочила со скамьи и была готова броситься к ней, но монахиня тут же опустила покрывало на лицо, и в ее глазах, как успела заметить Элена, были укор и предостережение. Девушка смутилась и снова села на скамью, но всю службу не сводила глаз со своего неожиданного друга. Служба кончилась, но Оливия, проходя мимо Элены, даже не взглянула в ее сторону. Опечаленная и расстроенная Элена вернулась в келью. Она понимала теперь, как была необходима ей улыбка сестры Оливии, этот лучик надежды и дружеской поддержки. Ее печальные размышления, однако, были прерваны легкими шагами в коридоре, и вскоре запертая дверь открылась и на пороге Элена увидела сестру Оливии. Обрадованная, она бросилась навстречу гостье, но та предупреждающе вытянула вперед руку, как бы останавливая импульсивную девушку. «Я знаю, вам трудно привыкнуть к одиночеству», сказала она тихо, «и к нашей скромной пище», добавила она с улыбкой и, поставив на стол небольшую корзинку, взяла девушку за руку. «Ох, какое у вас доброе сердце», воскликнула растроганная Элена, «ваше сердце способно сочувствовать, хотя вы живете в стенах этой обители. Понять страдания других может лишь тот, кто сам страдал. Как мне выразить вам всю глубину моей благодарности?» Хлынувшие слезы помешали бедняжке закончить фразу. Оливия еще крепче сжала руку девушки, вглядываясь в ее лицо напряженным, взволнованным взглядом, но через мгновение она овладела собой и вновь ее лицо стало спокойным. «Вы правы, мое сердце много страдало, и мне близки страдания других, и ваше тоже, дорогое дитя. Вы заслуживаете лучшей доли, чем заточение в этих стенах». Она внезапно умолкла, словно поняла, что сказала слишком много, но затем добавила, «Во всяком случае вы заслуживаете хотя бы покоя и утешения в том, что у вас есть здесь друг. Верьте мне, это так, но никто не должен об этом знать. Я буду навещать вас, как только смогу, но более не расспрашивайте обо мне, а если наши встречи будут короткими, не просите меня продлевать их». «Ох, как вы добры, как великодушны», прерывающимся от волнения голосом воскликнула Елена, «Вы будете навещать меня, вы сострадаете мне». «Тише, дитя мое», остановила «Нас могут услышать. Доброй ночи!» «И да будет ваш сон легок и спокоен». Не в силах вымолвить слов прощания, Елена лишь взором полным слов поблагодарила сестру Оливию. Та же, внезапно отвернувшись и еще раз ободряюще пожав руку девушке, быстро покинула келью. Елена, совсем недавно выслушавшая жестокую отповедь настоятельницы, от добрых слов сестры Оливии и ее искреннего сочувствия теперь уже совершенно не могла совладать с собой и буквально захлебывалась от слез. Но это были слезы благодарности, очистительные, как щедрый дождь, пролившиеся на истосковавшуюся поживительной влаге землю. Они вернули Элене уверенности силы, и мысли о разлуке свинченца не казались более столь страшными, ибо в сердце снова пробудились надежды. Утром она обнаружила, что дверь ее кельи не заперта. Она немедленно воспользовалась этим. Выйдя в небольшой коридорчик, она увидела в конце его дверь. Убедившись, что она заперта, Элена поняла, что по-прежнему прочно отгорожена от всех остальных помещений монастыря. Добрая сестра Оливия оставила дверь кельи не запертой, чтобы дать Элене хотя бы иллюзию свободы передвижения. Сердце девушки переполнилось радостью и благодарностью к своему доброму другу. Счастью ее не было предела, когда тут же в конце коридора она обнаружила узкую лестницу, ведущую наверх. Быстро поднявшись по крутой винтовой лестнице, она оказалась в небольшой совершенно пустой комнате с окном. Подойдя к нему, она едва удержалась от крика восторга. Ее взору открылась бездонная голубизна неба и зеленые просторы ландшафта внизу. Сознание тюрьмы исчезло, дышалось привольно и легко. Осмотревшись, она вскоре поняла, что находится в одной из небольших угловых башен, возвышающихся над стенами монастыря, а внизу был отвесный гранитный обрыв, поэтому ей казалось, что башня словно подвешена в воздухе. Элена словно зачарованная смотрела на ущелье густые поросли горной сосны и лиственниц, на кудрявую зелень ореховых рощ на горных склонах, плавно переходящих в равнину, окаймленную цепью далеких гор. Девушка уже видела эти горы по дороге в монастырь Сан-Стефана. Слева она увидела знакомый, кажущийся таким ненадежным мост через бурный горный поток, по которому она проехала в экипаже. Вид из окна башни был еще более величественным и прекрасным, чем из окна экипажа. Для впечатлительной Элены, чье воображение всегда волновали величие и красота природы, открытие этой комнаты в высокой башне было неожиданным счастьем. Теперь она всегда сможет приходить сюда за глотком чистого воздуха и успокоением. Эти величественные скалы и нежная зелень равнин, созданная Всевышним, в коих всегда есть его присутствие, будут неизменно напоминать ей о том, что страдания земные приходящие, а человек мал и бессилен перед величием мироздания, какими ничтожными и малыми отныне будут казаться ей те, кто посягает на ее свободу. От этих успокаивающих ее размышлений Элену вдруг отвлек шум шагов внизу и звук открываемой двери. С бьющимся сердцем она поспешила спуститься вниз, боясь, что сестра Маргариты узнает ее тайну и никогда более она не сможет подниматься в башню. Но она опоздала. Монахиня уже ждала ее в келье. Удивлению и гневу сестры Маргариты не было предела. Она тут же расспросила провинившуюся, где та была и как смогла покинуть запертую на ключ келью. Девушка, не укрываясь, ответила, что нашла дверь открытой и поэтому позволила себе эту невинную прогулку на башню. Она не сомневалась, что не может рассчитывать на доброжелательство сестры Маргариты, поэтому не закончила свои оправдания просьбой позволить ей и дальше бывать в башне. Сомнений в том, что ей это не будет разрешено, у нее не было. Оставив завтрак на столе, разгневанная монахиня удалилась. Все последующие дни Элена была обречена видеть лишь свою суровую надзирательницу, за исключением тех вечеров, когда ей разрешалось присутствовать в церкви на вечерней молитве. Из осторожности она даже не смотрела в ту сторону, где молилась сестра Оливия, опасаясь, что теперь пристально следят за каждым ее взглядом или движением. Она чувствовала на себе взгляды Оливии, но посмотреть в ее сторону не решалась. Однако однажды она осмелилась поймать взгляд сестры Оливии и прочла в нем не только сострадание и обеспокоенность, но и что-то похожее на страх. Покинув церковь, Элена более не видела сестры Оливии в тот вечер. Но утром следующего дня она вместо сестры Маргаритой принесла ей в келью завтрак. Лицо ее было еще более печальным. О, как я рада видеть вас! импульсивно воскликнула Элена. Как мне тяжела была наша разлука! Я все время помнила о ваших предостережениях и старалась не нарушить обещания и не расспрашивать о вас! Я здесь по велению матушки Игуменьи, тихо сказала Оливия и присела на край кровати. Вам не хотелось видеть меня? печально произнесла Элена. Нет, я очень хотела вас видеть, но ответила Оливия и вдруг умолкла. Что случилось? встревожилась Элена. Вы принесли мне дурные вести и не решаетесь сказать об этом? Увы, это так, дитя мое, промолвила сестра Оливия. Мне действительно будет трудно сообщить вам эту весть. Я знаю, как вы любите жизнь, но мне велено готовить вас к пострижению. Вы решительно отказались от брака, следовательно, остается одно, стать монахиней. Боюсь, это должно произойти и очень скоро. Не будет даже обычных формальностей. Вы станете монахиней, минуя послушничество. Оливия умолкла, и Елена воспользовалась паузой. Я понимаю, как вам трудно исполнять чужое недоброе задание, но я сама сказала настоятельнице, что не соглашусь ни на то, ни на другое, что мне предлагают. Если меня силой поведут к алтарю, произнести клятву брачной верности меня никто не заставит. Если я появлюсь перед алтарем, то только лишь, чтобы заявить свой протест против насилия, совершаемого наставницей и теми, кто собирается осветить это насилие. Судя по всему, ответ Элены скорее понравился сестре Оливии, чем напугал ее своей смелостью, ибо она неожиданно сказала, я не могу одобрить ваше решение, но не скажу, что осуждаю вас. Кажется, вы совсем одни на всем белом свете, не так ли? У вас нет близких, которым ваш уход в монастырь причинил бы горе и тревогу? Да, у меня никого нет, печально согласилась Елена и тяжело вздохнула. В таком случае, почему вы так противитесь пострижению в монахине? У меня есть друг, единственный друг, и расставание с ним печалит меня. Простите меня за расспросы, промолвила Оливия. Обещаю более не задавать никаких вопросов, разве только еще один. Скажите мне ваше имя. На этот вопрос я охотно отвечу, промолвила девушка. Меня зовут Элена Дей Розальба. «Как вы сказали?» воскликнула Оливия, а затем, будто на что-то решилась, переспросила «Элена Ди...» Ди Розальба, повторила девушка. «Почему вы спрашиваете?» «Вам знакома моя фамилия?» «Вы кого-нибудь знали?» «Нет». «Как-то убита», ответила монахиня и поднялась. «Просто ваше лицо напомнило мне одного близкого друга. Я не буду более задерживаться, иначе мне могут не разрешить навещать вас. Что мне передать настоятельнице?» «Если вы намерены отказаться от пострига, кто не лучше ли будет, если вы сделаете это не так резко и категорично? Позвольте мне дать вам этот совет, ибо я лучше вас знаю матушку игуменью. И поверьте, дорогая сестра, мне очень больно видеть вас в заточении в этой келье. Я тронута вашим сочувствием и благодарю за советы. Я готова во всем следовать им и полагаться на ваши суждения. Вы можете сказать игуменье о моем решении так, как находите нужным. Но прошу вас, у нее не должно возникнуть впечатление, что я отступилась от сказанного ранее. Она не должна принять вежливость за слабость или нерешительность. Доверьтесь мне, я постараюсь быть осторожной и осмотрительной во всем, что касается вас. Прощайте. Я навещу вас, если удастся, сегодня же открытой, чтобы дать вам возможность подышать свежим воздухом. Эта лестница ведет в башню. Я уже побывала там, воскликнула благодарная Лена. Как вы добры. Пребывание там успокоило меня. Если бы у меня были еще с собой книги или карандаши и бумага, я почувствовала бы себя почти счастливой и на время забыла бы о своих невзгодах. Вот как улыбнулась монахиня. В таком случае до вечера. А если появится сестра Маргаритой, будьте осторожны и ни в коем случае не расспрашивайте ее обо мне. С этими словами сестра Оливия покинула келью. Элена тут же поднялась на башню, где на время опять забыла и о монастыре, о том, что ждет ее впереди. В полдень, заслышав шаги сестры Маргаритой в коридоре, она быстро спустилась в келью и была немало удивлена, что на этот раз не последовало ни брани, ни назиданий. Сестра Маргаритой всего лишь сообщила ей, что мать-настоятельница соизволила разрешить Элене обедать вместе с послушницами, и она пришла, чтобы припроводить ее в трапезную. И это известие не очень обрадовало девушку, которая предпочитала обедать в келье, чтобы не подвергаться бесцеремонному разглядыванию и пересудам. Она неохотно последовала за сестрой по пустым коридорам в трапезную для послушниц, как она и опасалась, стоило ей войти, как взоры всех были устремлены на нее. Послышался смешок и перешептывание. Никто не подошел к ней и не поприветствовал, не ободрил и не одарил безмолвным дружелюбным взглядом. Элена молча села за стол, еще сильнее почувствовав свое одиночество под чужими любопытными взглядами. Но вскоре заметив молодость и невоспитанность юных послушниц, она многое простила им и постаралась держаться спокойно и уверенно. Вернувшись в келью, она была приятно удивлена, что на сей раз сестра Маргарита и заперла на ключ лишь внешнюю дверь коридора, но оставила дверь кельи открытой. Проделала она это намеренно неохотно, словно подчеркивала, что против своей воли вынуждена выполнять приказания старших. Элена оставшееся время дня провела в комнате на башне, влюбуясь видом из окна и постепенно забывая то неприятное впечатление, которое оставило в ее душе встреча с послушницами в трапезной. Но вскоре вспомнив о беседе с сестрой Оливией утром, она уже забыла о плохом. Каково же было ее удивление, когда спустившись в келью, она нашла там неожиданно появившийся стол и стул, а на столе стопку книг и букетик пушистых цветов. Растроганная Елена не смогла удержаться от слез. Наконец, успокоившись, она принялась разбирать книги. Некоторые из них мистического содержания она тут же отложила в сторону. Другие включавшие томики стихов известных итальянских поэтов и две книги по истории Италии с удовольствием перелистала. Она была немало удивлена, что в личной библиотеке монахини этого монастыря могут оказаться стихи светских поэтов. Расставив книги, она с удовольствием принялась наводить порядок в ненавистной ей келье, а затем поднявшись на башню уселась у окна с томиком Торквата Тассо. Забыв обо всем, она вслед за поэтом ушла в чудесный мир его фантазии и воображения. И лишь меркнущий свет дня и близившиеся сумерки вернули ее к печальной реальности. Солнце уже село, но вершины гор все еще горели отцветом его лучей. Покой и тишина воцарились вокруг и навевали легкую грусть. Элена вспомнила о Винченце и тихонько всплакнула. Увидит ли она его когда-нибудь? Станет ли он ее разыскивать? Вспомнились его последние слова, полное предчувствие разлуки. Как, должно быть, поразило его и потрясло ее внезапное исчезновение? Мысль о страданиях бедного юноши оттеснила собственную печаль. Удары колокола, созывающего на вечернюю мессу, прервали ее воспоминания о возлюбленном. Она спустилась в келью, чтобы подождать там сестру Маргаритой, которая должна была сопровождать ее в церковь. В церкви на обычном месте она увидела сестру Оливию. После мессы та, подойдя к Элени, предложила ей пройти с ней в сад. Пока они шли под сенью печально застывших кипарисов, Оливия беседовала с ней на самые разные темы, намеренно избегая того, что более всего беспокоило Элену, как отнеслась матушка игуменья к ее решению и что ждет ее дальше. Робкие попытки девушки перевести разговор на нужную ей тему, неизменно осторожно отклонялись с сестрой Оливией. Когда они наконец оказались в келье Элены, сестра Оливия с облегчением вздохнула и рассказала девушке о своем разговоре с настоятельницей. То, что услышала Элена, было мало утешительным. Ее решительность натолкнулась на не менее решительные намерения игуменьи монастыря настоять на своем. Что бы вы не решили, дорогая, успокаивала встревоженную Элену сестра Оливия, надо, чтобы настоятельница оставалась уверенной, что вы в конце концов подчинитесь ее воле. Это удержит ее от принятия крайних мер. Разве того, что уже сделано недостаточно, возмутилась Элена. Почему я должна таиться и лукавить? Это необходимо, чтобы избежать ненужных осложнений и страданий, тихо ответила искренне опечаленная Оливия. Я готова выстрадать все, но не терять достоинства, горячила Селена. Только так я смогу сохранить душевный покой и силы, которые так хотят отнять у меня мои недруги. Во взгляде девушки, устремленному на монахиню, та прочла что-то похожее на упрек и разочарование. Я понимаю ваши чувства, ответила сестра Оливия, глядя на девушку со страданием и нежностью. Боже, как несправедлива судьба, подвергая вас таким испытаниям. Не говорите так, воскликнула Элена. Я смирилась с этим, ибо сама сделала выбор. Я готова к испытаниям. Дорогое дитя, вы не понимаете, на что обрекаете себя. Не знаете всей жестокости уготованных вам испытаний. При этих словах, чтобы скрыть слезы, готовые брызнуть из ее глаз, она, быстро отвернувшись, отдалилась от Элены. Девушка, напуганная волнением сестры Оливии, попыталась еще раз объяснить ей свое решение. Я не уверена, дитя мое, что вы поступаете разумно. Во всяком случае, вам не следует убеждать меня, что это так. Почему с тревогой спросила Элена? Боюсь, я не смогу объяснить вам этого, ответила Оливия. А если бы смогла, то, пожалуй, не решилась бы на это. Не решились? Печально повторила Элена. Неужели даже ваши доброта и великодушие вынуждены отступить перед злом? Более не спрашивайте ни о чем, дитя мое, мужественно приняла упрек сестра Оливия. Ее лицо осталось таким же бледным и спокойным. Мне достаточно будет того, что вы поймете, сколь опасна открытая борьба и согласитесь избежать ее. Каким образом, мой великодушный друг, могу я поступить так, чтобы не навлечь на себя еще худших невзгод? Ведь я не могу согласиться на этот чудовищный брак с чужим не человеком по прихоти маркизе. Для меня одинаково ужасны оба ее условия. Согласна, тихо промолвила монахиня и умолкла. Сама мысль об этом отвратительна. Но возможно я смогу помочь вам. Я спасу вас, сказала она уже уверенно, но вы все же должны послушаться моего совета и хотя бы внешне не выказывать сопротивления. Как вы добры ко мне, а я неблагодарная столь неразумно отвергаю ваши советы. Но иначе я не могу. Мысль о том, что оружием моей борьбы станет обман, может лишить меня сил. Элена сама не зная почему, пристально посмотрела в глаза сестре Оливии. Сомневалась ли она в том, что та искренна с ней? Боялась ли, что это ловушка, хитроумно расставленная матерью и гуменьей? Элена содрогнулась от кощунственности подобных сомнений. Оливия, столь добрая и внимательная к ней, завоевавшая ее любовь и доверие, не может так поступить с ней. Но взглянув еще раз на доброе лицо своего неожиданного друга, Элена прогнала чудовищные мысли Оливия не способна на коварство. Если я соглашусь на обман, продолжила Элена, как может это мне помочь? Я полностью во власти и гуменья, которая всегда может проверить мою искренность. Узнав, что я ее обманываю, она накажет меня еще строже. Обман бывает во спасение, и тогда его можно простить, неуверенно возразила сестра Оливия. Мы иногда прибегаем к нему в целях самозащиты. возникают исключительные обстоятельства, когда никто не вправе осуждать за это, как в вашем случае. Сознаюсь, я жду лишь отсрочки, когда настоятельница поймет, что вы смирились, она предоставит вам большую свободу и даст нужное время для подготовки к постригу. «А за это время многое может измениться, дитя мое». «Как бы мне хотелось в это верить», сказала взволнованная Лена, «но увы, кто может спасти меня, какая сила? У меня не осталось никого из близких, чтобы попытаться сделать это. На что вы надеетесь? Маркиза может сменить гнев на милость. Вы надеетесь на это, мой друг? Если так, то моему отчаянию нет предела, ибо подобная милость Маркизы может грозить мне еще одним унижением. Есть и другие выходы, но тише. Звонит колокол, он созывает монахинь в покое игуменье для вечернего благословения. Мое отсутствие не пройдет незамеченным. Доброй ночи, сестра. Подумайте над тем, что я вам сказала. Ваше решение должно быть разумным, ибо оно может оказаться для вас роковым. Монахиня произнесла эти слова столь многозначительно, что бедная Элена, растерявшись, не решилась расспрашивать дальше. Пока Элена приходила в себя, сестра Оливия уже покинула келью. Глава девятая Он воплощал в себе извечный ужас, как обитатель тех ночных развалин, где бродят призраки. Олпол, таинственная мать. Тем временем юный Винченце вместе со своим слугой Паула, устав от тщетных попыток выбраться из подземелья в разваленных крепости Полуце, вынуждены были провести там ночь. Проснувшись в полной темноте, поскольку факел давно погас, они вначале перепугались, затем, вспомнив, что с ними произошло накануне, возобновили попытки выбраться отсюда. Они вновь обследовали зарешеченное окно под потолком и теперь при свете нарождающегося дня убедились, что оно выходит в глухой дворик. Это почти не сулило никаких надежд на быстрое освобождение. Венченце снова охватило отчаяние. Из головы не шли зловещие слова монаха, что Элены более нет на вилле Алтиери. Что с ней, с мучительной тревогой думал юноша. Паула не в силах успокоить хозяина, сам впал в уныние и, сидя на корточках в углу, время от времени потерянно размышлял вслух об ужасах, ждущих смерти от голода. Самый страшный из всех смертей, или же упрекал себя и хозяина в том, что полегкомыслию угодили в ловушку. Так, стяная и броня себя, он вдруг умолк и уставился в противоположный угол, туда, где была дверь. Что это? Наконец воскликнул он и вскочил на ноги. Вы видите, сеньор? Винченце повернулся к нему. Да ведь это свет, обрадованно сообразил Пауло. Откуда он? Каково же было его удивление и ликование, когда он обнаружил, что луч света падал из щели под дверью, которая еще вчера была наглухо закрыта. Толкнув дверь, Пауло с радостью убедился, что она свободно открывается. Осторожно высунув голову, он выглянул в соседние помещения, однако Винченце без всяких раздумий бросился в раскрывшуюся дверь, и Пауло ничего не оставалось, как последовать за хозяином. Кругом стояла тишина, и молодые люди беспрепятственно выбрались из развалин и вскоре достигли знакомой арки над дорогой, ведущей в Неаполь. Лишь здесь Винченце остановился и перевел дух. надо было решить, что делать дальше, возвращаться домой или сразу же отправиться на виллу Алтиери. Правда, было слишком рано для визитов, и обитатели виллы, наверное, еще спят. Винченце заметно воспрянул духом и мысли об Элене более не были такими тревожными. С ней ничего не могло случиться, несмотря на зловещие карканье монаха. После недолгих колебаний, несмотря на столь ранний час, он все же решил немедленно отправиться на виллу. «Прошу вас, сеньор, нам не надо более оставаться здесь», торопил его, начавший заметно нервничать Паула. «Давайте лучше поскорее доберемся до ближайшего жилища, да подкрепимся чем-нибудь, я умираю от голода». Винченце, более не раздумывая, повернул на дорогу, ведущую к вилле. Обрадованный Паула, почти в припрыжку следовал за ним и, не закрывая рта, строил догадки, кому понадобилось запереть их на ночь в крепости, а потом также необъяснимо выпустить. Винченце, хотя и сам задумывался над этим, ничего не мог ему ответить. Скорее всего, решил он, это были проделки воров, скрывающихся в развалинах. Войдя в сад, Винченце был немало удивлен тем, что все окна нижнего этажа дома были открыты. Но его удивление сменилось тревогой, когда он услышал стоны и плач, доносившиеся из дома. Взбежав на террасу, он громко подал голос и тут же услышал жалобное причитание Беатрисы за дверью, которая оказалась запертой. Винченце и Паоло, не раздумывая, проникли в дом через окно из открытых окон. В вестибюле они нашли старую служанку, она была привязана к колонне. От нее Винченце предстояло узнать чудовищную историю похищения Элены группой вооруженных людей в масках. Бедный юноша был сражен этой вестью. Сначала он просто не был в состоянии поверить в это, но затем забросал служанку вопросами, хотя все еще отказывался поверить, что это произошло. Наконец, взяв себя в руки, он выслушал все, что произошло этой ночью. По мере того, как он слушал бедную перепуганную служанку, он все больше укреплялся в мнении, что между его и Паула заточением в подземелье и похищением Элены есть самая прямая связь. Он более не сомневался, по чьей злой воле все это произошло. Без сомнения, его семья приняла все меры, чтобы помешать его браку с Эленой. Никто другой, как он сам подсказал им способ, как сделать это. Ведь это он рассказал им о своих странных приключениях в разваленных крепости. И они хитроумно воспользовались этим, чтобы убрать его с дороги в тот момент, когда злодеи беспрепятственно проникнут на виллу. Ведь злополучная крепость была на полпути к вилле Алтиере всякий раз, как он навещал, Элену за ним кто-то следил и вполне возможно по распоряжению его матери. Заманить его в подземелье и продержать там всю ночь не составило никакого труда. О его любопытстве к таинственному монаху и тайне крепости было всем в его доме известно. Чем больше Винченца думал об этом, тем больше росла уверенность, что без Скидонии здесь не обошлось, и весьма возможно, что он и был тем таинственным монахом, который постоянно вставал у него на пути. Советник матери, ее духовник, он стал автором и исполнителем всех этих чудовищных преступлений. И тем не менее, Винченца с удивлением вспоминал свой разговор со Скидони и то, с какой уверенностью и достоинством тот отверг все его подозрения. Неужели он ошибался? И это был не монах. Если не он, то кто же мог так хорошо знать о каждом моем шаге, думал юноша? Кто другой решился бы с такой верностью и рвением выполнять коварные задания его матери и без сомнения получать немалое вознаграждение? Безусловно, это Скидони. Он даже не считал нужным прятаться или менять привычную одежду монаха. Винченце, однако, понимал, что даже если его догадки относительно Скидони верны, то за всем этим прежде всего стоят его родители Маркиз и Маркиза Дививальди. Он поспешил вернуться в Неаполь и потребовать у них объяснения. В душе он почти не надеялся его получить, но был уверен, что в разговоре с родителями многое может проясниться. Если же его постигнет полная неудача, он припрёт Скидони к стене, прямо бросив ему в лицо обвинение в похищении Элены. Возможно, так он хоть что-то узнает о судьбе возлюбленной. Дождавшись, когда Маркиз проснулся и вышел из спальни, Винченце бросился к его ногам, умоляя вернуть Элену в её родной дом. При виде сына в таком состоянии Маркиз был искренне напуган и взволнован. Это совсем обескуражило и встревожило юношу, но в искренности и возмущении отца тем, что он ему рассказал, у юноши не было никаких сомнений. Отец ничего не знал о похищении Элены и тем более не мог быть его участником. Каким бы предосудительным мне не казалось твоё поведение, мой сын, с негодованием сделал своё заявление Маркиз, мои понятия о чести не позволили бы мне опуститься до лицемерия и обмана. Сколь бы я не желал помешать твоему знакомству с этой девушкой, я никогда не прибегну к хитрости и коварству. Если ты твёрдо решил жениться на этой особе, единственное, на что я способен пойти, это отречься от тебя и лишить тебя наследства. С этими словами оскорблённый Маркиз покинул комнату. Винченце не сделал даже попытки остановить его, и хотя отец был с ним на этот раз не более суров, чем прежде, юноша внезапно почувствовал, что над ним и Эленой нависла страшная угроза, но прежде всего его беспокоило, где теперь Элена и что с ней. Теперь он только об этом и думал. Разговор с матерью был совсем другим. Винченце с первых же слов понял, что она неискренна с ним. Насколько отец был прям и откровенен, настолько скрытна и лицемерна была Маркиза. Винченце не мог рассчитывать ни на ее помощь, ни даже на материнское сострадание. Нет, Маркиза ни словом, ни намеком не поможет ему в поисках Элены. Теперь оставался лишь последний источник информации — Скидони. У Винченца не было сомнений, что этот замысел похитить Элену и спрятать ее от него неизвестно на какое время, принадлежит матери и ее духовнику. Исполнителем бесспорно был сам Скидони. Был ли он монахом, который преследовал его, это еще предстояло выяснить, но то, что он соучастник Маркизы в похищении Элены, он уже не сомневался. Покинув Будуар матери, Винченца не откладывая, поспешил в монастырь Святого Духа, чтобы увидеться с отцом Скидони. Послушник, открывший ему ворота монастыря, сообщил, что отец Скидони в своей келье. Винченца, сгорая от нетерпения, велел провести его к нему. — Я приставлен к этому месту и не вправе отлучаться, сеньор, возразил привратник. Пройдите через двор вон к той двери, спуститесь по ступеням вниз, справа увидите выход на галерею, а там третья дверь, и будет в келью отца Скидони. Винченца быстрым шагом пересек пустынный монастырский двор, никого не повстречав на своем пути. Кругом царила глубокая тишина. Выйдя на галерею, он за одной из дверей услышал приглушенные слова молитвы, произносимые столь истово, что подумал, так молится лишь грешник. Решив, что это и есть нужная ему келья, он легонько постучал в дверь. За дверью воцарилась тишина. Винченца повторил стук и, снова не получив ответа, открыл дверь и вошел. Полутемная келья была пуста. Юноша настороженно окинул ее взглядом, боясь, что мог не заметить в темноте ее обитателя. На полу лежал тюфяк, поодаль стояли стол и стул, на столе распятие Христа и несколько молитвенников и книг, две из них на незнакомом ему языке. Тут же рядом на столе он увидел нечто похожее на орудие средневековых пыток. Неприятный холодок пробежал по спине Винченца, когда он разглядывал эти зловещие инструменты, применение о котором не знал, но смутно угадывал. Убедившись, что келья действительно пуста, он поспешно покинул ее. Вернувшись к привратнику, он сообщил ему, что не нашел отца Скидони в его келье, на что тот ответил, что в таком случае святой отец либо в храме, либо в саду. Сегодня утром он не отлучался из монастыря. А вчера вечером справился Винченца. Да, но он вернулся к вечерней мессе, ответил удивленный привратник. Вы в этом уверены, брат? переспросил Винченца. Следовательно, он ночевал в монастыре. Кто вы такой, чтобы задавать мне вопросы? Рассердился монах. И по какому праву? Если бы вы хоть сколько-нибудь знали правила нашего монастыря, вы бы поняли, сколь неуместны ваши вопросы. Того, кто осмелился не ночевать в монастыре, ждет суровое наказание. Отец Скидони никогда не нарушает монастырских правил. Он один из самых благочестивых и праведных братьев в нашем монастыре. Мало кто превзошел его в молитвах и покаянии. Возложенные им на себя испытания может выдержать лишь святой. Хм, ночевал ли он в монастыре? Лучше пройдите в церковь, сеньор, там, возможно, вы и найдете отца Скидони. Винчанца, ничего не ответив, быстро направился в церковь. Лицемер, подумал он, негодуя, ничего, я разоблачу его. В храме было так же пусто и тихо, как на монастырском дворе. Куда все подевались, недоумевал юноша, куда бы я ни шел, слышу лишь звуки собственных шагов, будто здесь всем правит смерть. А может быть, это час размышлений и молитвы, и все монахи уединились в своей келье? Проходя вдоль длинных скамейк, он внезапно замедлил шаги, ибо услышал усиленный акустикой звук, похожий на захлопнувшуюся где-то дверь. Вглядываясь в полумрак храма, Винченце все же надеялся найти здесь того, кто ему нужен. Ожидания его оправдались. В дальнем углу он увидел неподвижную фигуру в сутане и быстро направился к ней. Монах не собирался прятаться от него, он даже повернулся ему навстречу. Эта сутулая фигура еще издали показалась Винченце знакомой, но он все же, чтобы убедиться, заглянул под низко опущенный капюшон. Он не ошибся. Это был духовник его матери, отец Скидони. «Наконец-то я нашел вас», не выдержав, воскликнул Винченце. «Мне надо поговорить с вами, отец, но кажется, храм не совсем подходящее место для нашего разговора». Скидони ничего не ответил. Лицо его застыло, взгляд был устремлен вниз, казалось, он не слышал слов Винченца. Тот вновь повторил их, но уже громче, однако на лице Скидони не дрогнул ни единый мускул. «Что означает ваше поведение?» воскликнул «Ваши замыслы мне известны. Немедленно верните Элену Ди Резальба в ее дом, или скажите, где вы ее прячете». Но Скидони по-прежнему молчал. Его возраст и сан не позволяли Винченца силой заставить его отвечать. Ярость и нетерпение юноши разбивались о ледяное молчание застывшего, как статуя монаха. «Теперь я узнаю у вас моего преследователя и мучителя, прячущегося в развалинах крепости Полуце. Это вы столь уверенно предвещаете мне беды, даже смерть несчастной сеньоры Бианки, ибо все несчастье дело ваших рук». Застывшее лицо Скидони неожиданно пришло в движение, он нахмурился. «Вы предсказали исчезновение Элены. Вы заманили меня в подземелье и заперли там. Вы зловещий прорицатель и виновник всех моих несчастей». Монах наконец поднял глаза. Взгляд, который он обратил на юношу, был ужасен, но он по-прежнему не промолвил ни слова. «Да, это так», продолжал Винченце, «теперь я не сомневаюсь в этом и хочу, чтобы об этом узнали все. Я сорву с вас эту фальшивую маску святости. Все должны узнать о ваших гнусных деяниях, о том горе и несчастье, которое вы причинили. О вас все должны узнать все». Монах снова уставился в пол. Лицо его было непроницаемым. «Негодяй, верни мне Лену», не выдержав, в полном отчаянии выкрикнул бедный юноша, «Да скажите же, наконец, где она, где я могу ее найти, иначе я силой заставлю вас сделать это. Куда вы увезли ее?» Когда юноша, повысив голос, громко выкрикнул эти слова, двое священнослужителей, вошедшие в эту минуту в храм, с удивлением остановились. Увидев неподвижную фигуру Скидони и почти обезумевшего от отчаяния Винченца, они поспешно направились в их сторону. «А помните, сеньор», промолвил один из них, схватив Винченца за плащ, «Перед вами храм Господний, передо мной один из самых гнусных лицемеров», гневно воскликнул юноша в ответ и, отступив назад, выдернул край своего плаща из рук монаха, «Нарушитель мира и покоя, который он призван охранять». «Человек, забывший о своем долге». «Возьмите себя в руки, сеньор, и не гневите Бога», увещевал его монах, «не оскорбляйте святой сан нашего благочестивого брата», сказал он, кивком указав на Скидоне, «покиньте храм, пока вам позволено это сделать добровольно». «Вы не сознаете, какой гнев можете навлечь на свою голову, совершая подобное святотатство?» «Я не уйду отсюда, пока не получу ответа на свои вопросы», ответил Винченцо, обращаясь к Скидоне и в своем гневе даже не удостоил взглядом увещевавшего его монаха. «Я повторяю, где Элена Ди Розальба?» Скидоне был неподвижен. «Это переходит всякие границы», терял власть над собой Винченцо. «Да говорите же, иначе я за себя не ручаюсь». «Молчите!» «Вы знаете монастырь кающихся грешников?» «Слышали о тайне той страшной исповеди?» Винченцо показало, что Скидоне изменился в лице. «В одной из ночей, как утверждает молва, в одной из исповедалин монастырской церкви прозвучали слова исповеди, от которой кровь стынет в жилах». Скидоне преобразился. Взгляд его, обращенный на Винченца, был полон откровенной ненависти. «Изыди!» вдруг изрек он громовым голосом. «Изыди, богохульник!» «Трепещи нечестивец, посмевший осквернить храм!» И с необычайной быстротой, так что никто не успел даже опомниться, он бесшумно скользнул в проход между скамьями и скрылся в одной из боковых дверей. Винченца, хотевший броситься вслед за ним, был остановлен монахами. Не зная причин его возбужденного состояния, они были глухи к его попыткам объяснить что-либо и лишь пригрозили ему суровыми мерами. Если он по добру не покинет монастырь, он может быть жестоко наказан за сквернение монашеского сана». «Видимо, на это он и надеется», негодовал юноша, «но напрасно». «Кто ответит за горе и страдания, которые он причинил?» «Святые отцы, он позорит ваш орден своими злодейскими деяниями». «Замолчите», грозно прикрикнул на него один из монахов. «Монастырь гордится братом Скидоне, он предан вере и беспощаден и строг к себе». «Стоит ли объяснять это вам, кто столь непочтителен к храму и святыням нашей веры?» «Отведем к его к аббату», посоветовал другой монах. «Или лучше бросить его в подземелье», добавил он сердито. «Идемте», сказал первый монах и, схватив Венченца за руку, потащил его к выходу. Гнев и отчаяние придали юноше силы. Он вырвался и бросился в первую же дверь, к счастью, выходившую прямо на улице. Когда Венченца вернулся домой, его вид и состояние должны были бы тронуть любого, у кого не очерствело сердце. Однако юноша сознательно решил избежать встречи с отцом, а что касается матери, то он не хотел дать ей повод для торжества. Менее всего он мог рассчитывать на ее понимание и сочувствие. когда Маркизе стало известно о намерении сына жениться на Элене Ди Розальба, она немедля рассказала об этом Скидоне с целью просить у него совета, как воспрепятствовать этому. Скидоне предложил ей свой план. Маркиза согласилась с ним, тем более, что осуществить его представлялось довольно легко. Когда-то она была хорошо знакома с настоятельницей монастыря Сан-Стефана, знала характер этой монахини и полностью доверяла ей. И она в ней не ошиблась и на этот раз. Настоятельница не только согласилась помочь Маркизе, но даже проявила особый интерес к плану Скидоне. Поскольку все действительно увенчалось успехом, Маркиза менее всего собиралась что-либо менять, несмотря на состояние сына и его мольбы и слезы. Как горько раскаивался потом бедный венченца, как корил себя за то, что открылся матери, питал какие-то надежды на ее участие и понимание. Он ушел от нее окончательно убитый и подавленный. Верный Пауло, срочно вызванный к молодому хозяину, не смог ничем обрадовать его, ибо ничего не смог разузнать об Элени. Венченца отослал его, велев продолжать поиски и расспросы и в полном отчаянии заперся в своей комнате. Вечером не находивший себе места юноша покинул дом и бесцельно бродил по улицам, пока не оказался у причалов. Рыбаки, грузчики и прочие портовые люди заполняли причалы, дожидаясь возвращения запаздывающих рыбацких баркасов из Санта-Лючии. Венченца низко надвинув шляпу и сложив руки на груди прохаживался по краю мола, рассеянно прислушиваясь к разговорам и с грустью смотрел на белевшие вдали очертания виллы Алтиери. Он думал об Элени, вспоминая, как они вместе, сидя в беседке, любовались прекрасным видом на залив. Теперь все потеряло для него прежнюю прелесть, краски померкли, он не видел ни заката, окрасившего золотом гладь вод, ни маяк в конце мола и ни быстро сновавших по заливу рыбацких лодок. Как они всегда восторгались картиной предзакатного залива. И было это совсем недавно, когда перед самой смертью сеньора и Бианки они сидели втроем в саду. В тот вечер старая сеньора вручила ему судьбу Элены. Воспоминания об этом огнем обожгли душу бедного венчанца. Он казнил себя за то, что сейчас так растерян и напуган, что до сих пор не смог преуспеть в поисках похищенной девушки. В эту минуту он твердо решил уехать из Неаполя, покинуть отчий дом и не возвращаться до тех пор, пока не найдет Элену. принятое решение вновь вернуло ему силы. Он тут же попробовал справиться у рыбаков, где можно взять лодку. Венчанца хотел обследовать побережье, ибо подумал он, что Элену могли морем увезти с вилы Альтиери и спрятать в одном из монастырей, которых немало на побережье. «У меня, сеньор, всего одна лодка», ответил ему первый рыбак, к которому он обратился. «Она мне самому нужна, но можно спросить у моего приятеля. Эй, Карло, сеньору нужна на время небольшая лодка, как твоя». Но Карло не откликнулся, ибо с интересом вместе с другими слушал то, что рассказывал один из его товарищей. Подойдя поближе, Венчанца хотел было повторить свой вопрос, но был удивлен тем вниманием и интересом, с которыми рыбаки слушали рассказчика. «Говорю вам», убежденно отвечал тот на чьи-то сомнения, «все было точно так. Я всегда раза два в неделю возил им свежую рыбу. Это очень хорошие люди, никогда не скупятся и всегда добавят дуката или два к моей цене. Так вот, как уже сказал, я, как обычно, постучал в дверь и вдруг услышал за нею стоны, а потом голос старой служанки, зовущей на помощь. Как мог я ей помочь, если дверь оказалась запертой? И решил попросить помощи у старика Бертольди, вы его знаете, он живет по ту сторону дороги, на Неаполь, но не успел сделать этого, потому что откуда-то появился молодой сеньор и, не раздумывая, влез в окно и освободил бедняжку Беатрису. Она-то потом и рассказала мне всю эту историю. Какую историю, не выдержав, воскликнул Винченце, о ком вы говорите? Всему свое время, сеньор, сейчас узнаете, ответил с достоинством рыбак и вдруг пристально посмотрел на юношу. Эй, сеньор, не вас ли я видел там, ведь это вы освободили бедняжку Беатрису? Винченце давно уже понял, что рыбак рассказывал о том, что случилось на виле Алтиере. Не дожидаясь конца его рассказа, он забросал рыбака вопросами, прежде всего его интересовало, в какую сторону похитители увезли девушку. Увы, рыбак здесь ничем не смог ему помочь, ибо сам не знал. Эй, сеньор, может, это были они? Вдруг воскликнул один из портовых бродяг, тоже с вниманием слушавший рассказ. Я хочу сказать про экипаж, который с грохотом промчался на рассвете через Бросселье. Окна были наглухо зашторены. Может, в нем увезли молодую сеньорину? Этого было достаточно, чтобы павший духом юноша вновь обрел надежду. Он попытался расспросить бродягу поподробней, но тот более ничего не смог ему сказать. Но и этого оказалось достаточно. По времени все совпадало. Винченцо немедленно решил отправиться по следам экипажа и прежде всего в Бросселе. Там от почтмейстера он может многое узнать. Приняв это решение, он вернулся домой. Но отнюдь не для того, чтобы сообщить отцу о своем намерении, а всего лишь для того, чтобы дождаться верного Паула, которого хотел взять с собой. Хотя оснований для надежды было не так много, но он был полон решимости немедленно начать поиски. Убежденный, что о его намерениях никто в доме ничего не знает, он, собираясь, мало думал об осторожности и совсем не думал о том, что его может ждать впереди. Глава десятая «Змея ты в первый раз простишь укус!» Шекспир «Венецианский купец» Маркиза, стревоженная недомолвками, странными намеками и всем поведением сына в последние дни, послала за отцом Скидони. Не забывший об оскорблениях, нанесенных ему венченца в храме, Скидони выполнил просьбу Маркиза без видимой охоты, однако не мог не испытать злорадственного удовольствия при мысли, что это даст ему возможность отомстить юноше. Его особенно задели обвинения в лицемерии и притворстве. Злопамятный и мстительный он жаждал наказать юношу. Он понимал, какой удар может нанести его репутации размолвка свинченца в храме монастыря. Среди монахов многие открыто его недолюбливали, и немало было таких, кто с удовольствием побеждал его на диспутах и был бы рад любому его поражению и неверному шагу. Не поэтому ли он так иступленно морил себя голодом, истязал молитвами, чтобы доказать истовость своего служения и вере. Он надеялся, что высшие пасану это непременно отметят. Теперь же он серьезно опасался, что стычка с винченца может быть использована его недоброжелателями. Не на шутку испугали его и намеки винченца на то, что ему известно прошлое скидони. Поэтому он так поспешно покинул храм, боясь как бы винченца в присутствии монахов не сказал о нем чего-нибудь губительного для его репутации. Теперь он готов был пойти на все, чтобы не позволить юноше поделиться с кем-нибудь своими догадками. И все же скидони понимал, что не должен забываться, когда имеет дело со знатным семейством Дививальди. После встречи с винченца скидони утратил покой, забыл о сне, не прикасался к пище. Братья видели его теперь только колено преклоненным перед алтарем. Те, кто почитал его за святого, останавливались и одобрительно кивали головами. Его же недруги с ухмылкой недоверия проходили мимо. скидони скидони делал вид, что погруженный в беседу с Богом не замечает ни тех, ни других. Жестокие муки и воздержания еще разительнее изменили его облик, и теперь он скорее походил на призрак, чем на живого человека. Узнав, что его хочет видеть Маркиза, он прежде всего подумал, что винченца поделился с матерью своими подозрениями и поначалу решил избежать этой встречи. Но по зрелом размышлении, поняв, что его отказ лишь усилит недоверие к нему в семье Вивальди, если оно уже возникло, он решил принять приглашение Маркизы и использовать его к своей выгоде. Для этого надо только пустить в ход все свое красноречие и умение убеждать. С недобрыми чувствами, однако, входил он в покои Маркизы. Увидев его, та первые мгновения не смогла скрыть своего испуга и какое-то время безмолвно и с тревогой смотрела на неузнаваемо изменившееся лицо монаха. Это еще более обеспокоило Скидони. Мирдому вашему, сеньора, смиренно произнес он, опустив глаза и поторопился занять свое место в кресле. «Я пригласила вас, святой отец, для того, чтобы поговорить об обстоятельствах известного вам дела», начала Маркиза. «Возможно, вам не все известно», добавила она поспешно. Скидони, опустив голову в знак почтительного внимания, ждал, что она скажет дальше, чувствуя, как неприятный холодок пробежал по спине. «Вы молчаливы сегодня, святой отец? Вас что-то тревожит?» «Вы введены в заблуждение, Маркиза», не выдержав, горячо воскликнул Скидони, осознавая, что выдает себя. «Простите, святой отец, но мои сведения получены из самых надежных источников, поэтому я и позвала вас. Вы ведь знаете, как я доверяю вам и ценю ваши советы?» «Не следует быть слишком доверчивой, сеньора», произнес Скидони, едва скрывая свое волнение. «Поспешное доверие — вещь опасная?» «Нет, святой отец, здесь я не ошибаюсь. Нас предали». «Нас», повторил за нею Скидони, постепенно овладевая собой. «Что произошло, сеньора?» Маркиза немедленно рассказала ему о странном поведении сына, его подозрительных отлучках, и, не колеблясь, высказала предположение, что ему известно, где Элена. Скидони с облегчением перевел дух и тут же со всей горячностью стал успокаивать Маркизу, а затем, как бы, между прочим, посетовал настроптивость нынешней молодежи и пожалел, что своевременно не были приняты более строгие меры. Более строгие, удивилась Маркиза, неужели пожизненного заключения в монастыре недостаточно? Я говорю о вашем сыне, сеньора, уже окончательно овладев собой, мрачно сказал Скидони. Молодой человек, забывающий о благочестии, почтении к старшим и тем более к своему духовному наставнику, осмелившийся оскорбить того, кто всего лишь исполняет свой долг перед людьми и Господом Богом и заслуживает самого сурового наказания. Обычно я не позволяю себе касаться таких деликатных сторон, как семейные отношения, но поведение юного сеньора Винченца настоятельно требует вмешательства. Не будем говорить обо мне, этого требуют наши правила приличия. Я могу все стерпеть неуважение, грубость, посчитав это еще одним испытанием, посланным мне свыше, но не следует забывать, сколь заразителен дурной пример для других. Непочтение вашего сына к старшим весьма тревожит меня, сестра. Он утратил благочестие, он просто не достоин быть сыном такой матери, как вы. Настоль патетическую речь отца Скидони, подвигли скорее личная обида и гнев, и он обычно скрытный и осторожный был теперь предельно откровенен. О чем вы, встревожилась Маркиза? О каком непочтении и святотатстве вы говорите, святой отец? Выражайтесь яснее, прошу вас. Я вынужден быть откровенным с вами, сестра моя, ибо мною движет глубочайшее уважение к вам. Сильные должны знать правду, какой бы горькой она ни была, лишь слабые нуждаются в снисхождении. Скидони вовсе не собирался требовать от Маркизы принятия каких-либо срочных мер против строптивого отпрыска. Он всего лишь хотел подготовить ее к тому, что таковые могут понадобиться, имея в виду тот день и час, когда придет его черед расквитаться с дерзким юнцом. Зная, сколь падка налезть и тщеславна Маркиза, он решил в полной мере использовать эти ее слабости. С этой целью он рассыпался в самых изощренных комплиментах ее мудрости, уму, высокой морали, о ее черствости и бессердечия восхвалял как твердость духа. Затем он рассказал Маркизе о поведении венченца в церкви Святого Духа, кое-что преувеличив, кое-где придумав, и создал у Маркизы представление о действиях ее сына как действительно неблагочестивых и оскорбительных. Маркиза выслушала его в немом гневе и удивлении, и поэтому в дальнейшем с готовностью приняла все его советы. Покидая дворец, Скидони имел все основания праздновать победу или леять надежды на отмщение. Маркиз Дививальди был в полном неведении относительно последнего разговора, состоявшегося в ее бодуаре. Свою мнение он уже высказал жене ранее в беседах с ней, где подчеркнул, что решительно против каких-либо недостойных мер. В данном случае с тем, что намеревалась осуществить его жена, однако согласился. В последнее время Маркиза вообще предпочитала с ним не советоваться, да и он сам все больше беспокоился о сыне, замечая его длительные отлучки. Как бы он ни заботился о чести своей семьи и собственного имени, он искренне любил сына и мало в сущности верил в серьезность его намерений в отношении Элены. Тем не менее, в последние дни он испытывал настоящую тревогу и его время от времени одолевали сомнения. Новое длительное отсутствие Винченца сильно напугало его. Он опасался, что юноша, узнав где Элена, из страха потерять ее, неосмотрительно свяжет себя с ней обетом брака. С другой стороны, он не менее страшился гнева и отчаяния Винченца, если ему не удастся найти возлюбленную. Старый маркиз искренне сокрушался о происшедшем и теперь тревожился о судьбе Элены не менее, чем Винченца. Он был настолько испуган и растерян, что отдавал слугам столь путанные и противоречивые указания, что отправляя их во все стороны на поиски сына, те совсем не знали, что им делать. Но поскольку его жена держала от него в секрете, куда увезена Элена, он не мог указать им точно, где возможно следует искать Винченца. В то время как Маркиз пребывал в мучительном неведении относительно сына, а Скидони продолжал осуществлять свои коварные планы, касающиеся дальнейшей судьбы Элены, Винченца проезжал одну за другой деревушки и города, следуя по пути, которым могли провести Элену. На почтовой станции в Брсселе, к сожалению, он получил столь скудную информацию, что это повергло бедного юношу в отчаяние. Ему просто сказали, что какой-то экипаж с закрытыми окнами действительно проезжал, и после смены лошадей в то утро, когда были похищены Элена, последовал по направлению к Морганье. В Морганье, куда прибыл Винченца, след, как казалось, окончательно затерялся. Здесь никто не мог вспомнить ни единого путешественника, проехавшего накануне, тем более того, куда он проследовал дальше. А для Винченца это было самое главное, ибо Морганье стояла на развилке дорог. Выбрав наугад одну из них, Винченца и Паула проследовали по ней. Юноша полагал, что его мать, скорее всего, попытается заточить Элену в монастырь и решил расспрашивать о всех местных монастырях. Теперь он ехал по одной из затерянных горных дорог Апенин, по местам, которых почти не коснулось цивилизации и закон, и где, думал он, привольно разбойникам. Но и здесь попадались редкие монастыри с примыкавшими к ним крохотными деревушками, отгороженными от остального мира непроходимыми лесами и громадами гор. Это, однако, как отметил Венченца, позволило уберечь здесь первозданную чистоту и красоту природы. Юноша был поражен тем, как гостеприимно его здесь принимали и с каким вниманием и сочувствием выслушивали, когда он пытался что-то узнать об Элени. На седьмой день их с Паулу пути к исходу дня дорога привела к дремучему лесу, где столь же коварно вдруг превратилась в несколько троп, исчезающих в дебрях леса. Солнце клонилось к закату, Венченца заметно погрустнел от многочисленных неудач и необходимости заночевать в лесу. Однако Паула, как всегда не теряющий присутствие духа и всегда готовый на выдумки, принялся восхвалять свежесть лесного воздуха и удобство ночлега на могучих ветвях лесного ореха. Это куда лучше, заверял он хозяина грязных и душных комнат на постоялых дворах. Пока они готовились к ночлегу, ветерок донес до них звуки лютни и голоса поющих. В сумерках леса трудно было что-либо разглядеть, но, прислушиваясь к звукам, они попытались определить, откуда они доносятся. Голоса приближались, послышалось пение, сопровождаемое звуками лютни. Это была вечерняя молитва. «Мы недалеко от монастыря, сеньор, обрадованно воскликнул Пауло. Слышите, это молитва». «Ты прав, Пауло, согласился Винченце, мы должны двигаться в эту сторону». «Что ж, сеньор, если нам удастся переночевать, как в тот раз в монастыре капуцинов, это будет ничуть не хуже, чем в лесу на ветвях ореха». «Ты не видишь стен или шпиля храма?» спросил Винченце, идя впереди. «Нет, сеньор, но звуки все ближе. Вы слышите, как хорошо они играют? Это не крестьяне, а монастырь совсем близко, хотя его и не видно». Винченце и Пауло молча устремились через редеющий лес на звуки молитвы, как вдруг они неожиданно смолкли. Однако молодые люди уже вышли на опушку и увидели невдалеке расположившуюся на траве группу паломников. Готовясь к ужину, они оживленно беседовали, слышался веселый смех, каждый что-то вынимал из своей сумы для вечерней трапезы. В середине кружка сидел, видимо, старший из них в сане священника. У него было добродушное, светящееся лукавством лицо. Он охотно смеялся шуткам и сам что-то рассказывал, получая в качестве вознаграждения тот или иной лакомый кусочек из общих припасов. Перед ним стояло несколько бутылок с вином, к которым он то и дело охотно прикладывался. Винченце, которого не покидала тревога, остановился и внимательно окинул взглядом сначала группу паломников на траве, а затем окружавшая пушку лес. Отблеск лучей садившегося солнца на стволах деревьев освещал и группу паломников, скорее похожую на веселую компанию, выехавшую на пикник, чем на монахов, идущих на моления в монастырь. Священник и его товарищи, видимо, отлично понимали друг друга. Первый счел ненужным излишнюю строгость и дисциплину и был вознагражден за это дружеским расположением всех. В чертах его лица Винченцо уловил достоинство и благородство и заметил, что его спутники даже его шутки выслушивали с почтением. Подойдя поближе, Винченцо справился у него, как им выйти на дорогу, ведущую в монастырь. Священник, прежде чем ответить, внимательно окинул его взглядом. От него, видимо, не ускользнула одежда Винченца и его манера держаться, а в Пауло он бесспорно сразу же угадал слугу. Предложив путникам свою помощь, священник пригласил Винченца сесть по правую руку от него и разделить трапезу. Винченца, догадавшись, что они следуют нужной ему дорогой, с благодарностью принял приглашение. Пауло, привязав лошадей к деревьям, занялся приготовлением ужина. Пока Винченца беседовал со священником, общительный Пауло уже успел познакомиться с паломниками и вскоре был признан ими самым находчивым и веселым человеком, какого им доводилось встречать. Они уже приглашали его следовать с ними в соседний монастырь кармелитов, куда они все направляются. Когда Вивальди узнал, что это женский монастырь, и он совсем неподалеку, он тут же принял решение идти туда вместе с паломниками. Вполне вероятно, что Элена находится в заточении именно в этих диких и отдаленных местах. Юноша слишком хорошо знал свою мать. Когда после отдыха паломники тронулись в путь, Винченца, уступив свою лошадь священнику, пошел с ними пешком. Крестьяне первой же деревушки, услышав песнопение паломников, вышли им навстречу и наперебой предлагали ночлег, хотя деревушка уже была переполнена паломниками из разных мест. Пауло, укладываясь на груду соломы в сарае, не раз жалел о несостоявшемся ночлеге в лесу. Винченце провел тревожную ночь, с нетерпением дожидаясь рассвета, который, быть может, сулит ему встречу с Эленой. Решив, что одежда пилигрима надежно убережет его от излишних подозрений, и даст возможность беспрепятственно все осмотреть, он велел Пауло позаботиться об этом. Пауло без труда с помощью всего лишь одного дуката раздобыл ему нужную одежду, и Винченце едва забрежил рассвет, в одиночку направился в монастырь. Глава одиннадцатая «Фиалки розы ландыши несите прекрасные в слезах, чтоб путь устлать сестре пресветлой нашей». В такой ранний час на крутой тропе, ведущей к монастырю, встречались лишь одинокие паломники, но и от них Винченце старался держаться подальше. Он с удовольствием вдыхал благотворный утренний воздух, прислушивался к шуму горного потока внизу, и это успокаивало его и навевало легкую грусть. Постигшие его разочарования умерили его юношеский пыл и решимость, однако поселили в душе чувства более высокие и прочные. Со спокойной печалью отстраненно смотрел он на суровые скалы, бездонные пропасти, далекую линию гор в утренней дымке и силуэт монастырских стен с угловатыми башнями на фоне светлеющего неба. «Ой, если бы я нашел ее здесь!» горестно подумал Винченце. «Неужели меня снова ждут разочарования?» «Нет, я не должен тешить себя иллюзиями. Надо упорно искать Элену, пока я ее не найду, и все же молю тебя, Господи, сделай так, чтобы я нашел ее здесь». Достигнув ворот, он быстро спустился по ступеням в монастырский двор и окинул его внимательным взглядом. Увидев вдали привратника, он еще ниже надвинул капюшон на лицо и, плотнее закутавшись в плащ, уверенным шагом прошел мимо, хотя не знал дорогу к церкви. По счастью, он вышел прямо на нее. Величественная и строгая она стояла отдельно от других монастырских построек. Войдя под ее высокие своды, где царил полумрак, он увидел одинокие фигуры монахов и паломников. Появляясь, они тут же исчезали в конце длинного прохода между скамьями. Решив последовать за ними, Венченцо тоже вышел через боковую дверь во внутренний дворик и здесь у подножия нависшей скалы увидел в пещере часовню с алтарем Богоматери заступницы кармелиток. Эта часть монастырского двора была словно высечена в скале и лишь с южной стороны из нее открывался вид на просторы внизу и далекие в голубой дымке горы. Венченцо вошел в часовню, где стояло изображение Богоматери, убранное цветами со множеством горящих свечей вокруг. Преклонив колени, молились паломники. Чтобы не отличаться от них, он тоже встал на колени. Однако вскоре звуки органа донеслись из церкви и голоса известили всех, что утренняя месса началась. Войдя в церковь, он старался остаться незамеченным, укрывшись межбоковых колонн. Торжественные печальные звуки органа переполнили сердце бедного юноши скорбью, и он собрался было покинуть храм. Однако внезапный звон колокола остановил его. «Так звонят об ушедших», подумал он. Вскоре смешанный хор мужских и женских голосов присоединился к редким ударам колокола. Песнопения были столь торжественные и печальные, что все молящиеся в храме разделили эту печаль. Венченце протиснулся поближе к проходу, устланному цветами и пальмовыми ветвями ведущему к алтарю. Черный бархатный покров устилал ступени алтаря, у которого застыли в ожидании священнослужители. Лица молящихся были строги и торжественны. Звуки песнопений приближались, и в конце прохода между скамьями появилась процессия монахинь. Впереди шла мать-настоятельница, в парадном облачении с митрой на голове. Ступала она медленно и величаво той особой торжественностью, какая и подобала в дни церковных празднеств. За нею следовали монахини, а шествие замыкали послушницы с зажженными тонкими и длинными свечами в руках в сопровождении монахинь-наставниц. Войдя в церковь они заняли свои места. Венченца с бьющимся от волнения сердцем справился у стоящего рядом священника, что за церемония предстоит, и узнал, что должно состояться пострижение послушниц в монахине. В день Богоматери ранним утром происходит сей обряд, дабы причистая дева сама осветила его. «Останьтесь, брат мой, и увидите всю церемонию», вежливо объяснил ему священник. «Как же зовут ту, что готова к пострижению?» спросил Венченца голосом, выдавшим его волнение. Прежде чем ответить, священник пристально посмотрел на него. «Я не знаю ее имени, брат мой, но если вы подвинетесь ко мне поближе, я укажу ее вам». Венченца еще сильнее, надвинув капюшон на лицо, молча последовал совету. «Она справа от настоятельницы», просвещал его незнакомец, «та, что опирается на руку монахини. Она выше ростом, и лицо ее скрыто под белой вуалью послушницы». Венченца с дрожью в сердце смотрел на юную девушку, и хотя не узнал в ее облике Элену, что-то напомнило ему ее. Возможно, он искал Элену в каждой из послушниц. Он справился у соседа, как давно эта послушница в монастыре, и еще о чем-то, но священник не смог или не пожелал ему ответить. Венченца напряженно вглядывался в послушниц под покрывалом каждой, надеясь найти любимые черты. Жестокосердная маркиза вполне могла уготовить Элене подобную участь. Но глубокие складки вуали надежно хранили свою тайну. Церемония пострига открылась наставлениями игумена монастыря. Затем послушница, опустившись на колени на покрытые черным бархатом ступени алтаря, произнесла слова обета. Но так тихо и таким испуганным и дрожащим голосом, что Венченца ничего не расслышал. Когда прозвучал стих гимна, исполняемый попеременно хорами обеих клиросов, ему вдруг показалось, что он слышит голос Элены. Едва веря себе, он прислушивался, затаив дыхание, боясь потерять хотя бы единый звук, и вспомнил, как впервые услышал милый голос в церкви святого Лоренца. Усилием воли Венченце подавил охватившее его волнение и решил дождаться, что будет дальше. Но когда священник приготовился откинуть белую вуаль с лица послушницы, чтобы заменить ее монашеской черной, Венченце еле удержался, чтобы не броситься к алтарю и не помешать этому. Наконец длинный белый покров был отброшен, и Венченце увидел миловидное и совсем незнакомое ему лицо. Слава Богу, это была не Лена. Юноша облегченно вздохнул и, набравшись терпения, решил отстоять всю службу. Ему показалось, что в хоре он снова слышит голос Лены печальный и тоскующий. Тем временем к алтарю приближалась женская фигура с лицом наполовину скрытым короткой белой вуалью. Венченце узнал от соседа, что сейчас будет совершен обряд посвящения в послушничество. Взглянув на молодую девушку, поддерживаемую с двух сторон монахинями, Венченце вздрогнул. Так все в ней напомнило ему Элену. Игумен снова начал машинально произносить слова наставления, как вдруг девушка отбросила с лица вуаль и предупреждающе подняла руку. Это была Элена. Она смотрела на священника полными слез и страдания глазами, моля его не продолжать дальше. Однако это не остановило священника, и тогда девушка решилась. Уверенно и громко прозвучал в тишине храма ее голос. В присутствии всех молящихся в храме я хочу заявить, что меня привели сюда насильно, против моей воли и желания. Я протестую. Последние ее слова потонули в гуле взволнованных голосов, и в это мгновение Элена увидела Венчанца. Какие-то секунды она смотрела на него, не веря своим глазам, а потом упала без чувств на руки монахинь. Венчанца с трудом протиснулся к ней сквозь сбившуюся толпу и, склонившись, прошептал ее имя, чем вызвал любопытство и замешательство монахинь, пытавшихся привести девушку в чувство. Среди них была и сестра Оливия. Когда Элена пришла в себя и открыла глаза, взгляд ее сказал Венчанца больше всяких слов. Она тут же попросила увезти ее из церкви. Поддерживаемая Венчанца и Оливией, она направилась к выходу, но строгий голос матери настоятельницы приказал монахиням припроводить Элену в ее келью, а юноше, который повел себя столь дерзко в храме, немедленно явится в приемную монастыря. Венчанца вначале не склонный выслушивать приказания, отданные таким тоном, после просьб Элены и вежливых увещеваний сестры Оливии вынужден был повиноваться. Попрощавшись с Эленой и заверив ее, что они расстаются совсем ненадолго, он направился в покое настоятельницы, подумав, что, может быть, беседа с ней поможет найти выход и спасти Элену. Обращаясь к чувству справедливости и милосердия, он надеялся пробудить в настоятельнице сострадание к беззащитной сироте. Увы, он слишком скоро убедился, сколь по-разному они понимают справедливость, а милосердие и долг мать-настоятельница давно принесла в жертву собственной гордыни и пренебрежению к страданиям ближних. Игуменья Кармелиток начала беседу с того, что прежде всего подтвердила свое уважение к Маркизе Диви Вальде, дружбой, с которой она столь дорожит и гордится, а затем без паузы перешла к сожалению о том, что сын ее дорогой приятельницы дерзко пренебрег своим сыновним долгом и посмел нанести ущерб доброму имени семьи, сведя знакомство с девушкой низкого происхождения. Сегодня он позволил себе нарушить таинство службы в храме монастыря. Винченцо, сдерживая себя, терпеливо выслушал нотацию о моральном долге каждого и соблюдении приличии и тому подобное из уст той, кто, не дрогнув, нарушала все, что проповедовала и заточила в монастыре беззащитную девушку, сироту, похищенную негодяями, отняв у нее драгоценный дар свободу и возможность радоваться жизни. Когда же игуменья заговорила об Элене и позволила себе неодобрительно с пренебрежением отозваться о ней и пригрозила суровой карой за непослушание, терпение юноши лопнуло. Он произнес страстную обличительную речь, увы, ничуть не смутившую настоятельницу кармелиток. Лишь угроза обращения к высшим церковным иерархам, как показалось венчанца, задела ее самолюбие. Он действительно решил обратиться к игумену монастыря, чтобы образумить самонадеянную недобрую женщину. Он так и сделал. Игумен милостиво и радушно принял его, внимательно выслушал, был предупредителен и доброжелателен к его просьбам. Однако юноша вскоре понял, что кажущаяся мягкость и приветливость отнюдь не означали искреннюю доброту души, а были лишь удобным прикрытием безразличия и лени, порожденных спокойной жизнью, комфортом и привилегиями сана. Игумен, внешне бывший полной противоположностью, надменной жестокой настоятельнице женского монастыря, в душе был столь же эгоистичен, себелюбив и порочен, ибо, попустительствуя злу, причинял не меньше страдания, чем те, кто творил зло открыто и намеренно. Праздность, лень и трусость лишили его всякой воли к действию. Он был скорее осторожен, чем мудр. и так сильно опасался ошибиться, что вскоре редко осмеливался на какие-либо поступки. Он терпеливо выслушал просьбу Винченце помочь Элене, охотно посочувствовал ей, посокрушался тому, что Винченце ослушался родителей и в конце концов выразил сожаление, что ничем не сможет помочь. Синьорина Ди Розальба находится под опекой настоятельницы монастыря кармелиток, и он не вправе вмешиваться в личные дела синьорины. Напрасно просил его Винченце хотя бы оказать свое влияние на настоятельницу, держащую Элену Ди Розальба в заточении, и посодействовать ее немедленному возвращению в родной дом. Я не вправе это сделать, возразил Игумену удивленной настойчивостью юноши. Кроме того, я следую разумному правилу никогда не вмешиваться в дела ни своей епархии. Неужели вы можете, святой отец, равнодушно взирать на неправедные деяния, где бы они не совершались, горячился Винченце, и не сделаете и шага, чтобы помочь? Ведь они обрекли девушку на гибель. Повторяю вам, мой друг, я не вмешиваюсь в чужие дела, у меня своих предостаточно. Следовательно, в этих стенах побеждает грубая сила не справедливости. От лиц, облеченных вашей властью, простые смертные вправе требовать решимости в борьбе со злом. Что же подсказывает вам ваше сердце, святой отец? обращено ли оно к людям? Вы романтик, мой юный друг, поэтому я прощаю вам вашу резкость. Вы рыцарь, готовый бросить вызов всем, кто не разделяет ваших взглядов, ответил игумен, не теряя добродушия. Ваш девиз, если миру суждено погрязнуть во зле, я должен стяжать славу борца со злом. Вы рыцарь, который готов вызвать на поединок каждого, кто по-вашему не столь хорош, как вам хотелось бы. Жаль, что вы родились так поздно. Бороться во имя добра и человечности хотел было продолжить Венченца, но вдруг в растерянности умолк. Он понял, что бессилен перед трусостью и сытым равнодушием. Он покидал покои игумена, переполненной горечью разочарования. Его попытка прямо и открыто изобличить зло и добиться справедливости кончилась полным провалом. Оставались другие пути спасения невинной жертвы коварных замыслов маркизы. Однако его искренняя и правдивая натура все еще протестовала против уловок и обходных маневров. Взволнованная и напуганная Лена была водворена в свою келью и заперта на ключ. Девушку переполняли самые противоречивые чувства и в немалой степени что-то похожее на ликование. Венченца нашел ее. Но вскоре все снова сменилось страхами и сомнениями. Сможет ли он освободить ее из заточения? Должна ли она следовать за ним и куда? Воспитанная в самых строгих правилах, она не могла не страшиться принятия подобных смелых решений. Воспоминания о том, что она слышала о надменной и властной маркизе Девевальде и строгом и неприступном отце Венченца, об их решительном отказе принять ее в свою семью, повергали бедняжку Элену в смятение. Она всегда была гордая и независимой, но тут Элена вспоминала, с каким уважением и нежностью относятся к ней Венченца, как доверяла ему покойная тетушка, и понемногу приходила в себя и начинала видеть все уже не в столь тревожных тонах, ведь Венченца был рядом. С нетерпением ждала Элена прихода сестры Оливии, которая могла сообщить ей, чем кончилась беседа Венченца с настоятельницей. Сестра Оливия пришла вечером, и вести, которые она принесла, были настолько печальными, что бедной девушке пришлось собрать все свои силы, чтобы не впасть в полное отчаяние. Что ей до того, что думают о ней Маркиз и Маркиза Дививальди? Она впервые осознала, как дорог ей Венченца, с которым ее ждет новая разлука теперь уже навсегда. Монахиня, принесшая недобрую весть, была сама глубоко опечалена. Возможно, судьба Элены напомнила ей о собственной судьбе, ибо глаза ее были полны слез, и Лена не могла этого не заметить. Но сейчас не время было для догадок и расспросов. Когда Оливия ушла, Элена поднялась на башню. Здесь она хотела успокоиться и собраться с мыслями. Широкие просторы полей, горы в предвечернем тумане, все это понемногу отвлекло ее от горьких дум. Тихая музыка природы навеяла забытые строки из любимого ею английского поэта Мильтона «Пастух, слуга владельцев этих мест, чья краткая свирель смиряет ветер, а песня заглушает шум дубрав». Она сидела, глядя на освещенную последними лучами солнца мирную долину, окрашенной закатом верхушки далеких гор, и вдруг до ее слуха донеслись звуки флейты, слабые, но прекрасные. Звучали они где-то совсем близко, видимо, у подножия монастырской стены. Прежде никогда она не слышала звуки флейты в стенах монастыря Сан-Стефана. Тихая грусть охватила ее, когда она прислушалась к жалобному плачу флейты. Кто это играет? Элена была почти уверена, что это Винченца зовет ее. Вглядевшись через резную решетку окна в хаос камней у подножия башни, она вдруг заметила одинокую фигуру на самом высоком выступе скалы, поросшей кустарником, уже заметно стемнело, но одинокий музыкант был хорошо виден, и она узнала в нем Винченца. Заметив ее в окне, юноша тихонько окликнул ее. Винченце, убедившись, что Элена находится в монастыре, принял все меры, чтобы разыскать ее. От одного из послушников, работавших в саду, Паула за пару дукатов узнал, что в окне одной из боковых башен изредка появляется девушка, похожая на Элену. Рискуя жизнью, Винченце удалось скарабкаться на утес у подножия башни, и теперь он был вознагражден. Напуганная его неосторожностью, Элена вначале даже отказалась его слушать, но когда он пригрозил, что не уйдет, пока не сообщит ей что-то важное, она согласилась. Он умолял ее во всем довериться ему, и торопливо рассказал о своем плане побега. Он обещал доставить ее туда, куда она пожелает. У подножия горы их будут ждать лошади. Послушник за хорошее вознаграждение выведет их за пределы монастыря. Сам Винченце проникнет в монастырь, под видом паломника. Он лишь просил Элену задержаться в холле после ужина, где он сообщит ей все подробности плана побега. Согласно обычаю, по большим праздникам мать-настоятельница женского монастыря устраивала ужин для игумена и его свиты, на который также приглашались знатные горожане из Неаполя и кое-кто из паломников. После ужина обычно был небольшой концерт хора монахинь кармелиток. На сей раз в день Пресвятой Девы ужин был особенно торжественным, и сестры монахинь задолго начали готовиться к нему. Он должен был состояться во внешних покоях, в большом монастырском холле, где за узорчатой перегородкой, разделявшей холл надвое, накрывались столы. В другой половине, служившей также музыкальной комнатой, настоятельница принимала сестер высшего сана и кое-кого из своих приближенных. Винченце надеялся, что в этот вечер каждый будет занят своим делом, и, смешавшись с толпой, ему удастся беспрепятственно увидеться с Эленой. Он уже обдумал все детали побега и что делать дальше, как только им удастся выбраться из монастыря Сан-Стефана. По ее желанию, он может отвезти ее на виллу Алтиери или же в монастырь Санта-Мария дель-Пианто. надеялся, что Элена согласится принять его предложение, и они немедля обвенчаются, но решил пока не упоминать об этом, чтобы его предложение не показалось ей неким условием ее освобождения. В этом случае гордая девушка могла совсем отказаться от его помощи или же приняв ее, считала бы себя во всем обязанной ему. Выслушав его, Элена растерялась. Сначала сердце ее затрепетало от радости при мысли о близком освобождении, но потом смятение охватило ее, как только она подумала о гневе родителей Винченца. Она поняла, что не в силах сейчас же дать ответ, но также сознавала, сколь опасно задерживать Винченца здесь, ибо сумерки сгущались, и спуск по скалам в темноте мог грозить его жизни. Поэтому она торопливо пообещала все сообщить ему при встрече в холле, куда обещала обязательно прийти. Винченца, не понимая ее состояние, был немало огорчен, не получив окончательного ответа, но он был вынужден считаться с гордостью и достоинством девушки. Он оставался у подножия башни до тех пор, пока совсем не стемнело, а затем, попрощавшись с Эленой, спустился по камням вниз. Она проводила его взглядом и со страхом долго вслушивалась вечернюю тишину. Затем, успокоившись, что он благополучно спустился, вернулась в келью. Ей предстояло много обдумать и на многое решиться, прежде чем она встретится с Винченцем. Появление Оливии прервало ее раздумья. Обычно сдержанная и спокойная монахиня была на сей раз чем-то крайне расстроена и опечалена. Прежде чем заговорить, она настороженным взглядом обвела келью и даже выглянула в коридор. «Как я и опасалась», наконец, промолвила она, «Мои наихудшие предположения оправдались. Если вы не хотите, чтобы вас принесли в жертву, вы должны покинуть монастырь этой же ночью». «О чем вы?» испуганно воскликнула Элена. «Мне только что стало известно», тихо промолвила сестра Оливия, «что ваше поведение сегодня утром в церкви расценено как намеренное оскорбление настоятельницы монастыря, и вы должны понести самое тяжкое наказание, какое здесь известно — заточение в карцер. «Увы, зачем скрывать от вас правду? Это равносильно смерти, ибо никто еще не возвращался из карцера живым». «Равносильно смерти?» в ужасе воскликнула Элена. «О Боже милостивый, разве я заслужила это?» «Не об этом нам следует говорить сейчас, дочь моя. Мы должны во что бы то ни стало предотвратить это несчастье. В глубоком подземелье нашего монастыря есть каменный карцер. Туда заточают тех, кто совершает наиболее осуждаемые поступки. Ни о каком помиловании или отсрочке наказания не может идти речи. Несчастные приковываются цепями и обречены на медленную смерть в кромешной темноте и холоде этого каменного колодца. Вода и хлеб лишь продлевают часы их страданий, пока смерть не смилостивится над ними. В нашем монастыре известно несколько таких случаев. Жертвами оказались монахини, не вынесшие суровость жизни, которую сами неодуманно избрали, не соразмерився своими силами или же были насильно помещены в монастырь родными в наказание или из-за наследства. Только совсем отчаявшиеся из сестер решаются в таких случаях на побег. Монахиня умолкла. Елена, подавленная всем услышанным, тоже молчала. Мне вспомнился один такой случай. На моих глазах бедняжка вошла в карцер, чтобы уже никогда не выйти из него живой. Я видела, как хоронили ее. Целых два года она провела в подземелье на подстилке из соломы. Ей не разрешалось даже через решетку двери обменяться несколькими словами с теми из сестер, кто сострадал ей, а их было немало. Но суровое наказание грозило всем, кто посмеет сказать ей слова утешение. Видит Бог, я решилась на это и понесла наказание. Однако я тайно торжествовала в душе, что сделала это. При этих словах лицо Оливии просветлело и стало еще прекрасней. Элена бросилась на грудь монахини и разрыдалась. Оливия молча ждала, когда девушка успокоится. «Вы не опасаетесь, дитя мое», наконец сказала она, что, почувствовав себя оскорбленной вашим непослушанием, настоятельница, готовая угодить вашим врагам, не воспользуется этим и заточит вас на сей раз не в келью, а в этот ужасный карцер. Это вполне соответствовало бы пожеланиям маркизы и было бы намного легче исполнить, чем силой постричь вас в монахине. Увы, у меня есть все основания опасаться, что именно это и задумано против вас. Мы должны благодарить судьбу, что церковные торжества не позволят ей сделать это уже сегодня. Вздох, вырвавшийся из груди бедной Лены, был скорее похож на стон отчаяния. Девушка поняла, что для колебаний и раздумий нет более времени, она должна принять предложение Винченца и немедленно бежать с ним. Сейчас в душе она молилась лишь о том, чтобы усилия его не были напрасными. Оливия была обеспокоена молчанием девушки. Я могла бы привести и другие примеры суровых наказаний дитя мою, но воздержусь. Лучше скажите мне, чем я могу помочь вам. Пусть я снова буду наказана. Но я хочу облегчить участь еще одной жертвы жестокости. Элена разрыдалась еще сильнее. А если они узнают об этом? Еле смогла вымолвить она, задыхаясь от слез. В ее прерывающемся голосе была благодарность. О, что тогда будет с вами? Я знаю, твердо ответила сестра Оливия, но я иду на это. Как вы добры, как благородно, шептала Элена сквозь слезы, но вы не должны жертвовать собой. Я делаю это и для себя тоже, ибо не в силах безмолвно зирать на чужое горе. физические страдания ничто в сравнении со страданиями душевными. Я готова на любые муки, если буду знать, что мои жертвы не напрасны. Да, дитя мое, сострадание это одно из самых сильных чувств. Сильнее его возможно лишь раскаяние, муки совести, но и они полны сострадания. Но что за эгоизм с моей стороны предаваться подобным рассуждениям и еще более усугублять ваше состояние? Я казню себя. Элена, ободренная симпатией сочувствием сестры Оливии, рассказала ей о Винченце и его плане и попросила посоветовать, как ей оказаться в нужное время вблизи покоев настоятельницы, чтобы встретиться с Винченце. Сестру Оливию обрадовала все, что рассказала ей Элена. Она посоветовала девушке прийти до ужина и побывать на концерте, на который будет допущено много гостей. Среди них может оказаться и Винченце. Когда Элена высказала свои опасения, что настоятельница может увидеть ее, сестра Оливия, обрадованная решимостью девушки, посоветовала ей скрыть лицо под темной монашеской вуалью, которую обещала ей достать. Она также обещала Элене не только провести ее в покое настоятельнице, но и оказать любую другую возможную помощь. Среди монахинь вас едва ли кто-либо узнает, да и у матушки-настоятельницы, принимающей гостей, не найдется свободного времени, чтобы разглядывать толпу приглашенных. К тому же она уверена, что вы находитесь в заперти в своей келье. Этот вечер слишком много значит для ее тщеславия, поэтому она не станет отвлекаться на что-либо другое. А теперь, дитя мое, обдумайте, что вы должны сообщить Винченце, и лучше всего в записке. Он должен немедленно знать о вашем согласии бежать и еще о том, что вам грозит опасность. Надеюсь, у вас будет возможность передать ему записку. Их беседу прервал звук гонга, созывающий монахиню музыкальную комнату, где должен был состояться концерт. Элена села писать записку Винченце, а сестра Оливия поспешила за обещанной вуалью.